Наблюдать стал за вами и отчетливо понял, не для себя живете, а для людей, во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что была она, как говорится, хоть час домой, а там хоть потоп. Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки. Никому я не нужен, если и делают что-нибудь мне, то только из страха. За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил кончать с прошлым, трудно это сделать. Кончай да оглядывайся, свои же убьют. Между прочим, серый к вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпеты, а в особом тем более. Бояться нечего, все равно смерть. В своих-то барахах мы с серым порядок навели, но трудно с народом. Знай, жизнь свою здесь кончу, но хочу вашим путем пойти. Верить хочу. Исповедь. Пришел как-то Сазиков. Стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал. Отец Арсений. Хотел бы исповедоваться, если допустите. Видно, конец скоро придет. Не выйдешь из особого. А грехов много ношу. Очень много. Трудно в лагере на час на два из барака вырваться. Все время под наблюдением. На то и особый. Но удалось Сазиков вырваться и прийти к отцу Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застанут обеих вместе. Карцер на пять суток обеспечен. Встал Серафим на колени, волнуется, теряется. Положил отец Арсений на голову Серафима руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывочно, сбивчиво, с большим внутренним напряжением. Отец Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а слушая молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерях в условиях приходилось много, но старых заматерелых уголовников редко. В большинстве своем это были люди, потерявшие все на свете, ничего не имеющие за душой. Совесть, любовь, правда, человечность, вера во что бы то ни было, давно были утрачены, разменены, смешаны с кровью, жестокостью, развратом. Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, а поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, обозленными, не надеявшимися в лагерях ни на что. Впереди была смерть или удачный побег. Высповеди, если такие случались, были всегда одинаковы. Начало жизненного пути было разным, а все остальное у всех повторялось. Грабежи, убийства, разгулы, разврат и вечный страх попасться. В зависимости от души человека мера падения была разная, одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали все ниже и ниже. Другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильную и геройскую. Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли. Отец Арсений это знал. Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказать, исповедовать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не от души, то, что хотел сказать, ушло. Потерял утец Арсений. Исповедь. Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выход из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли. Отец Арсений это знал. Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказать, исповедовать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не от души, то, что хотел сказать, ушло. Потеряло его исповедь, связь с душой, и оставался рассказ. Видел и понимал это отец Арсений, и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим, победил свое прошлое, и этим бы открыл путь к настоящему. Волновался, сбивался, и открыто, рыдая, говорил Серафим. А исповедь от души не шла. Борется прошлое с настоящим. И ощутил отец Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму, нужно то луковое перышко апокрифической луковки, которая хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него. И протянул отец Арсений это перышко луковое, сказав, «Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить. Ты не пощадил, и разве потом не стыдился самого себя?» И в одно мгновение понял Серафим, что все видит и знает отец Арсений. Не надо подбирать слова, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть душу свою. А отец Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его Серафима. Кончился Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки отца Арсения, стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю, всю жизнь, и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения. Отец Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь. Искренность, исповедь и глубочайшее осознание греховности совершенного, и в то же время страшнейшие преступления, доставившие людям страдания, несчастья и муки. Все как бы смешалось вместе. И надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому. Иерей Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческий именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, немогущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафимом. Господи Боже мой, дай силу мне познать волю Твою, указать путь Серафиму, помочь найти ему себя. Я, Матерь Божия, помоги мне и ему грешным, помоги Господи. И, молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека, ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренней, обнажавшей душу свою и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашел его и уже теперь будет продолжать путь к нему. За свои дела даст ответ Серафим самому Господу на суде Божием и перед своей совестью. Встал отец Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал, Силою и властью, данной мне Богом, я, недостойный Иерей Арсений, прощаю и разрешаю грехи Твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие грехи Твои. Иди и живи с миром, и Господь укажет Тебе путь. И невидимые лужи навсегда соединили отца Арсения и Серафима. Окончив исповедь и обняв Серафима, отец Арсений, как бы предвидя будущее, произнес, «Не оставлю Тебя в жизни Твоей, Серафим, Господь поможет нам». Во время одного разговора Сазиков как-то сказал, «Вижу, отец Арсений, молитесь вы по памяти, книг-то церковных у вас нет. А узнали мы, что кое-что достать можно». Серый с ребятами говорил, отец сказали, что есть. «Бога ради, прошу, ни у кого не отнимайте грех на мою душу, не берите». «Да что вы, отец Арсений, все по-хорошему будет, никого не обидим». В зоне складик есть. Все, что у заключенных отбирают, особенно у пришедших по этапу, туда и складывают. Узнали через верных людей, что есть там книги. Давно лежат. Решили ребят этот складик взять. Но я и сказал, чтобы книги церковные захватили. Рассказал, что и какие взять. Заволновался отец Арсений. Как это так? Встал ночью молиться, и вроде бы к утру загремал и видит, и вошел к нему монах-старец, благословил и говорит, «Не бойся, Арсений, возьми, что нужно, и молись митрополиту Алексею Московскому. Господь не оставит тебя». Благословил вторичный и ушел в спокойный, величественный. Дня через два начался в бараке переполох. Повальные обыски по баракам, вызовы в особый отдел. Оказывается, уголовники разграбили склад с данных вещей. Прошло дней десять, и передает Серафим Сазиков отцу Арсению две маленькие книжки «Евангелие» и «Служебник». Взял отец Арсений все с благоговением, отошел к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетало сознание необыкновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплета врезан кусочек шелка размером сантиметра четыре, квадратный, древний, пожелтевший, а под ним надпись «Антиминс» мощи святого митрополита Алексея Московского, 1883 год, а рядом врезан овальный серебряный образок размером в двадцатикопеечную монету. Припал к святине отец Арсений и возблагодарил Господа «Господи Божий мой, милостью Твоей жив и дела Твои неисповедимы!» и заплакал от радости. «Вы, отец Арсений, как службу справите, так мне или серому отдавайте, у нас не найдут, а у вас сразу отберут. Не беспокойтесь, ничего не оскверним, все будет в целости». Начались для отца Арсения дни полные радости, работу дневную переделает, а ночью при моргающем свете читает Евангелие и правит службы. При подъеме на работу отдавал на хранение Сазикову. Месяца два прошло, обыски утихли, и отец Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стенной тайник под доску. Сазиков сделал. Плановые ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно. Как-то днем, когда все были на работе, отец Арсений работал по бараку и вроде бы все переделал, достал Евангелие и стал читать. Только сел. Дверь барака открылась и пришел наряд с обыском. Лейтенант, трое солдат и надзиратель справедливый. Отец Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман тела греки. Стоит и молится. Солдаты идут по бараку и все переворачивают. Вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до отца Арсения. Лейтенант из особого отдела приказал надзирателю справедливому. Попа, обыщите, товарищ. И пошел с солдатами. Справедливый стал отца Арсения ощупывать. И сразу наткнулся на Евангелие, подержал руку на нем. Потом из кармана вынул и быстро себе в карман переложил. И стал обыскивать дальше. Кончил обыск и докладывал. Товарищ лейтенант, ничего не обнаружено? Больно скоро обыскали. Раздевайся, поп. Сами обыщим. По-нашинскому. Разделся отец Арсений до нога. Солдаты одежду осмотрели. Швы руками помяли. Из карманов на пол все выбросили. И, конечно, ничего не нашли. Лейтенант обозлился, обругал отца Арсения матерно. И вышел. Отец Арсений одевается, молится и плачет за великую радость. За веру в человека. Оделся, вещи собрал, швы зашил. И пошел барак убирать после обыска. Часа через полтора заходит надзиратель справедливый и спрашивает отца Арсения. Есть кто в бараке? Все на работах, отвечает отец Арсений. Справедливый обошел весь барак, под лежаки заглянул. И вдруг спросил. «Евангелие это из склада?» Отец Арсений молчал. «Сказывайте, сказывайте, откуда?» «Да из склада», — ответил отец Арсений. «Вы-то что, голубчик, о двух головах, что ли?» «Думать надо, возьмите Евангелие, а коли взяли, так убирать надо. Нашел бы лейтенант, насмерть бы забили». А потом тихо проговорил. «Простите меня, батюшка, трудно здесь в лагере не только заключенным, а и нам, если хоть капля совести осталась. Знай, все знай, отец Арсений. Каково здесь всем вам? Понимаю, не от трусости и слабости человеческой приходится работать в этом аду. Помогу вам, чем смогу, может, устрою куда полегче. Но время для этого надо. Исподваль буду делать, а на людях нарочно лют буду. «Вы уж простите», — проговорил справедливый и, не оборачиваясь, вышел из барака. Посмотрел отец Арсений вслед справедливому и устыдился, что усомнился в великом провидении Божием, в путях его неисповедимых, еще и еще раз понял, как разнообразна и полна душа человеческая, и что в каждой душе можно найти искру Божию и любовь. И тихо стал произносить молитву, повторяя, «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих! Господи, Господи, велик Ты и славен делами Своими! Вот они, помощники Твои, о которых говорила матерь Твоя! Смог ли я думать, что надзиратель будет помощник Твой? Смог ли?» И вспомнив имя справедливого, Андрей стал молиться о нем, и молясь, увидел жизнь его, всю жизнь его, и понял, что это за человек хороший и добрый. Этап А сам пришедший рассказывает ему о себе. Он оказывал огромное и поразительное влияние на людей, общающихся с ним, а тех, кто внимательно наблюдал его жизнь, удивлял глубиной силы проведения, данной ему Богом. Авсеенков рассказывал мне, что его до глубины души поразили два случая, происшедшие перед его глазами еще тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием отца Арсения. Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключенных. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места. Человек двадцать пять попало в наш барак, рассказывал Авсеенков. Этап, видимо, был тяжелый. Этапников загнали в барак. Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят. Во многих жизнях еле-еле теплится. На улице мороз, ветер. В дороге два дня не выдавали питание. Не спали трое суток. Чем живы, понять нельзя. Народ по составу сборной, большинство интеллигенция, враги народа. Инженеры, агрономы, врачи и несколько человек, уголовников. Пригнали перед проверкой, когда в лагере заканчиваются все дела. Хлеб выдан, обед из баланды съеден. Начальство ушло или собиралось уходить. Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили хлопотно. Котлы надо разогревать, кладовки отпирать, хлеб резать, да еще ведомости писать, чтобы поставить на довольствие. Хлопотное, очень хлопотное дело. Решили, подождут. А завтра все сделаем, успеют. Начальник по режиму сказал, не барыни они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа проживут. На этом и порешили. Понимали, конечно, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придется по дням расписывать умерших. Этапное начальство людей сдало, теперь лагерному заботиться. Перемрут лагерю отвечать. Вошли этапники в барак, а новичков всегда всюду плохо встречают, что в детстве, в школе, что на работе, а в лагере и подавно. Смотрим. Вошли не люди, а обноски человеческие. Стоять не могут. Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся. Старший по бараку осмотрел их и сказал, на свободные лежаки разбирайтесь. А свободные лежаки от печей далеко, холодно там, не согреешься за ночь. Старожилы барака в это время спать устраивались. Кто уже лежал, кто в карты доигрывал. Уголовники осмотрели этапных, увидели, что взять с них нечего, занялись своими делами. Отец Арсений лежал и молился, когда этапные вошли. Встал, осмотрел их и подошел к барачной головке. Так в бараке называли некоторых заправил из серьезных уголовников. Их слово в бараке – закон для шпаны политических, которые на них всегда с опаской поглядывали, а проще говоря, боялись. «Головку не послушаешь, все случиться может». Подошел отец Арсений к серьезному и сказал, «Надо этапным помочь, голодные, мерзлые, обмороженные, истощенные. Если не поможем, то часть народа умрет к утру». Серьезные уважали отца Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему. А тут один из серьезных сплюнул, выругался и проговорил, «Да ну их, пусть сдохнут, сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам. Понял, папаша?» Остальные молчали, «Кому хочется со своим расставаться? Да и закон лагерный, только дружкам помогай». Смотрят все в бараке на отца Арсения. И головку, чем дело кончится? Этапники у входа в кучу сбились, слушают. Отец Арсений на людей головки взглянул, перекрестился и спокойно, спокойно сказал, «Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодное переляжем. Что у кого из еды есть, на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли. Давайте быстрее». Серьезно молча поднялись и пошли по бараку народ перекладывать. Что у них из еды было, первые достали и положили на стол. Остальные барачечные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб. Им нападали, что надолго запомнили. Еды по крохам собрали много, накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели в печах. Отец Арсений собранное разделил, раздал, а ребята развели этапных по теплым лежакам. Все новенькие выжили, не то что в других бараках. На третий день этапные ожили, а на четвертый уже на работу послали. Поразило меня спокойствие и сосредоточенность отца Арсения, когда он тихо и просто сказал «давайте быстрее». Сказал людям, у которых, казалось, не было ничего за душой. Сказал и пошли выполнять, словно приказ. «Часто задумывался я», — говорил Александр Павлович Овсеенков, — «в чем сила отца Арсения? То ли он мог воззвать к совести людей или просто именем Бога потребовать от них выполнение необходимого долга?» И Овсеенков решил, что требовал все это отец Арсений от имени Бога. «Остановитесь!» Второй случай, виденный Овсеенковым, еще более поразил его. Перед тем, как запирать барак на замок, происходила поверка. Заключенных из бараков выгоняли на улицу, строили в шеренге и производили перекличку. Был ли мороз 40 градусов, прорывной дождь или беспощадно осаждал гнус и комары, надо было мгновенно выбегать и вставать на свое место в ряд. Больные, имевшие освобождение из больницы, оставались в бараке и лежали на нарах. Но пока заключенные стояли на поверке, надзиратели осматривали барак и пересчитывали оставшихся. На этот раз заключенные выбежали, стали в шеренгу. Было морозно. Пересчитали уже по второму разу. Но одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились. Начали третий пересчет. И вдруг из барака выскочил парень лет 25 и бросился на свое место в ряд, но встать не успел. Надзиратели сбили его и стали бить ногами. Парень пытался встать, что-то кричал, но его ожесточенно избивали. Строй стоял молча, не шелохнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые, но сказать, а тем более сделать ничего нельзя. Я стоял с отцом Арсением, вдруг увидел, как тот вышел на шаг из строя, перекрестился, перекрестил надзирателя и избиваемого парня и отчетливо сказал. «Именем Господа говорю вам, остановитесь, прекратите!» И, положив еще раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй. Ветл. Кассета Третья. Отец Арсений. Продолжение. Остановитесь. На этот раз заключенные выбежали, стали в шеренгу. Было морозно. Пересчитывали уже по второму разу. Но одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились, в начале третий пересчет. И вдруг из барака выскочил парень лет двадцати пяти и бросился на свое место в ряд. Но встать не успел. Надзиратели сбили его и стали бить ногами. Парень пытался встать, что-то кричал, но его ожесточенно избивали. Строй стоял молча, не шелохнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые. Но сказать, а тем более сделать, ничего нельзя. Я стоял с отцом Арсением и вдруг увидел, как тот вышел на шаг из строя, перекрестился, перекрестил надзирателей избиваемого парня. Я отчетливо сказал, именем Господа говорю, остановитесь, прекратите. И положив еще раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй. И сейчас же перестали бить парня. Надзиратели занялись пересчетом. Парень, шатаясь, встал на место. Я потом спросил своего соседа по шеренге, видели, что сделал Петр Андреевич, отец Арсений, когда били парня? Что сделал? Стоял как вкопанный? Я всему этому страшно поразился. Поразился той силе, которую дал Бог этому человеку, отцу Арсений. Может быть, это гипноз, подумалось мне. И тут же я ответил сам себе, нет. И, конечно, нет. Не для себя, а ради других совершает он все эти дела. Совершаемое отцом Арсением часто было необычным, казалось нелогичным. Но в то же время все проистекало из самого простого и казалось обычного. Народ в лагере попадал самый разный. Были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли насмерть, лишь бы не поступиться малым. В своих убеждениях были совершенно искренни. И поэтому ко всем относились, как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям. Но создавалось такое впечатление, что делали это не ради человека, а ради самих себя. К отцу Арсения относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры. Но на это отец Арсений всегда говорил. Разве я вас убеждаю, что ваша вера плоха? Верьте, как душа ваша велит, и тогда придете к истине. Помните слова апостола Павла. «Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Побеждайте зло добром». И мне всегда казалось, что именно то, что он нес тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности, влекло к нему людей и заставляло их следовать за ним, и в ряде случаев давало ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно принуждала людей повиноваться ему во имя Бога. И эти два случая, рассказанных мной, были тому примером. Радость поддержал своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нем, и ждали своего часа. Из особого на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из правительственных учреждений или очень видных ученых. Рассказывали, что за последние три года освободили около девяти человек, из которых один умер, когда ему сообщили это известие. В 1952 году ОСА Арсения вызвали в особый отдел лагеря сначала к лейтенанту, а потом к майору. Майор встретил радостно. «Здравствуйте, отец Арсений! Здравствуйте, Петр Андреевич! Вести у меня сегодня хорошие. Александра Павловича Аксеенкова освобождают. Добились друзья с большим трудом. Завтра к себе вызываю. Боюсь, чтобы это известие его не потрясло, сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря. Пусть не волнуется. И не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главный разрешил. А с вами плохо, церковник вы. На вашем деле штамп содержать в лагерях бессрочно до смерти. Хочу вам помочь и не могу. Из нашего особого таких, как вы, освобождает только по личным распоряжениям Берия или его заместителя. С вашим делом не пойдешь, оснований нет. Освободишь без их разрешения, донесут немедленно и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится, все для вашего освобождения сделаю. А теперь и Александр Павлович включится в это дело. Меня тоже в Москву переводят. Простили, так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял. Родину любил. И своей работой в отечественную войну не один десяток дивизий спас. А потом кому-то помешал, донесли главному. И чуть было под расстрел не подвели за связь с немцами. Главный велел проверить и послать работать в лагерь. Сюда попал, ужаснулся. Помочь ничем не могу. Следят за каждым твоим шагом. То, что увидел, даже предположить не мог. При тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. Раз остановил, сообщили, мешаю и задерживаю следствие. Страшно. Для чего все это делается, понять сейчас невозможно. Петр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь кому надо. Скажите, сделаю. Кому нужно помочь? Плохо, что вам не могу помочь. Отец Арсений задумался, взглянул на майора и сказал, спасибо вам, спасибо. Мне помочь нельзя. Когда нужно будет, Господь поможет. Но помогите выйти из этого лагеря Сазикову, бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь. Там проще жить и помочь можно. Уголовника Серого отец Арсений не назвал. Посмотрев пристально Сергея Петровича, майора сказал, Сергей Петрович, приедете в Москву и сделайте все, чтобы уйти со своей работы. Не нужно работать вам в органах. Перейдите на что-нибудь другое, а то сгорите. Увидев, что происходит здесь, сами стали другим человеком. Спасите душу свою. Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему Абросимову еще не совсем ясна его дальнейшая жизнь. А он, отец Арсений, вероятно, знает многое из его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания детства пришли к майору. Да, такой человек, как отец Арсений, был настоящий христианин, о котором он читал когда-то. Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергея Петровича. Он встал, подошел к отцу Арсению и, волнуясь, сказал, «Встречу ли я вас, еще не знаю, но вы оказали на меня неизгладимое влияние. Многое я стал оценивать по-другому. Верю вам, понимаю, почему верите. Понимаю веру Даниловну и жену свою, все понимаю. Знаю, что все время молитесь. Не забывайте меня, Петр Андреевич, отец Арсений, не забывайте». Отец Арсений поднялся со стула, подошел к Абросимову, обнял его за плечи и сказал, «Да хранит вас Бог, Сергей Петрович. Не забывайте людей, помогайте им, совершайте добро. Где бы вы ни были, помогайте людям. Встретимся мы еще с вами». Низко поклонился и вышел. Вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе отца Арсения, а отец Арсений пригласил его к себе. Встречи с отцом Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика в рваной телогрейке, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен. Но когда взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям. И не сломлен он, и не опустошен, а горит силой внутренней, которая отдает людям, облегчая их страдания, тяготы, отгоняет уныние, страх и несет людям веру. Абросимов понимал, что пожелай этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, то все совершится. Так велика сила его духа, обогащенная и вскормленная верой. Здесь в особом совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощи, свет Бога ради людей. Бога ради. При этом наравне со всеми, неся страдания и лишения. Страшна была работа Абросимова, тяжелым был его жизненный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна. Но встреча с отцом Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое. Долго надо было Абросимову еще идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью отца Арсения сделал. Много лет спустя Абросимов рассказал. Возвращение мое в Москву было трудным. Все мне было отдано, и звание, и должность. Но что-то стало между моей прежней и настоящей жизнью. Много я думал и ушел с этой работы. Буду откровенен. Совершил я раньше много тяжелого, страшного. И делая все это, был уверен, что все делал правильно. Во многом помог мне Александр Павлович Авсеенков. Помог разобраться. Осознав многое, подумал, что нет мне прощения. Но однажды Александр Павлович передал мне записку от отца Арсения, он тогда был уже освобожден, в которой были слова «Помните и не сомневайтесь, Господь, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустите их нам с присущим Ему милосердием, и что нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которое нельзя было бы искупить делами своими и молитвой». В дальнейшем много помог мне отец Арсений в познании веры. Конечно, не стал я таким, как многие его духовные дети, но пытался идти к Богу. Отец Арсений, которому я часто говорил о многих своих сомнениях и колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне, «При вашем жизненном пути, долгих безидейных скитаниях, внутренней потерянности, сомнений и колебаний естественны и неизбежны, но разве в этом дело? Вы поняли и ощущаете, что Бог есть, знаете путь к Нему, верьте, и все наносное отойдет». Замечательный человек отец Арсений, настоящий христианин. Отец Арсений возвратился в барак, было радостно за Александра Павловича, Сазикова, Алексея, Денисова, Трифонова. Они покинут особый, и в конце концов выйдут на волю, но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу. Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким, и придут, найдутся новые лица, из-за мнения тушедших. Вечером сообщил Овсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, а утром простились. Время и дела крепко привязали Овсеенкова к отцу Арсению, привязали навсегда. Отец Арсений и лагерь полностью переменили образ мысли, воспринятие окружающего и мировоззрения Александра Павловича. Попав в лагерь, прихотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащенным, сильным духом, с крепкой и устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания. Ночью долго молились оба. Обнимая отца Арсения, Овсеенков повторял, не забывайте меня, отец Арсений, с вашими, а теперь и моими, будут встречаться. Молитесь о нас. Овсеенков простился с Сазиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщения об освобождении, и что ему теперь не дадут вернуться в барак. Недели через четыре внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифона из особого отдела. В барак они не вернулись. Заключенные гадали, что случилось с ними. Майор Абросимов, а теперь генерал, сдержал свое обещание. Жизнь продолжается. Жизнь в лагере продолжалась. Стематически привозили новых заключенных на место ушедших на лагерное кладбище. Смерть почти ежедневно посещала то один, то другой барак, унося с собой каждый раз новую жертву. Завтрашний день был известен. Он был голодным, изнурительным, тягостным, наполненным до предела унижениями и тяжелой многочасовой работой. Отупение, безразличие, желание близкой смерти приходили к заключенным. Отец Арсений продолжал по-прежнему жить в лагере своей обычной подвижнической жизнью. Было тяжело без Алексея, студента, Сазикова, Сенкова. Он полюбил их, привык и опирался на них в своих делах. Появились новые люди, с которыми он сроднился, но они перевозились из барака в барак, умирали или угонялись в дальнее отдаление лагеря, в шахты. По-прежнему, помогая окружающим, неся им добро и духовное утешение, отец Арсений был необходим для многих. Как-то получалось, что он входил незаметно в жизни людей, помогая им, облегчая страдания, скрашивая трудности жизни. И примером своего отношения ко всему происходящему показал, что даже жизнь в особом не так страшна, если за тобой стоит Бог, которому всегда можно прибегнуть. Уголовник серый тяжело заболел, болела в области живота, обратился к лагерным врачам. Сперва дали аспирин, потом ревень, но ничего не помогало. Лечили чем попало, почти не осматривая, а потом определили запущенный рак печени и метастаз. Серый умирал тяжело, в больницу не брали и не лечили. Боли были страшные, но приходилось передвигаться по бараку, ходить к нарам, выходить на поверку. Отец Арсений терпеливо ухаживал за серым, старался помочь чем мог, ходил к врачам, просил наркоз для обезболивания, но ничего не получил. Серый был озлоблен на всех и вся, но отца Арсения принимал кротко, ждал его прихода и просил сидеть около него. Когда отец Арсений садился около серого, тот начинал рассказывать о своей жизни и как-то забывал свои боли. Дня за два до смерти рассказал, умираю и мучаюсь за дело. Много людям горе принес, погубил многих. Жизнь не с того конца начал. Каяться не хочу, столько дел в жизни наворотил не с честь. Знаю, что простить меня нельзя, да и не для чего. Верить в Бога я почти не верю, так больше в приметы какие-то. Но знаю и чувствую, что Бог есть, потому что вы в Него верите и им живете. Из Поповича я. Отец дьякон был, в Бога не верил, служил по расчету, здесь это некуда было. В общем, служил как профессионал. Когда рос, я то видел кругом ложь и обман. Потом многие водку пили, развратничали, баб хватали, над Богом и обрядами издевались, а этим же Богом прикрывались. на словах одно, на деле другое. Бывало, отец из церкви после службы придет и начнет доходы считать, за водкой посылает, над верой насмехается, матерится, рассказывает, как деньги с тарелок таскал или бабу деревенскую облапошил. Не верил я в Бога. Казалось, блаш людская, в семинарии учился, кончил, воровать начал, по тюрьмам пошел, а потом революция началась, беспорядки, грабежи, разгул. Грабь, режь, Бога нет, сам себе хозяин. Компания подходящая подвернулась мне, но и началось. Сперва дела маленькие пошли, потом средние, добрался до крови человеческой, где уж остановиться. Так и пошло отец Арсений. Много я кровушки-то пролил. То о новом деле думаешь, то в загул с бабами попадешь, то от тюрьмы бегаешь. Время не было вспомнить, есть Бог или нет. Да по правде говоря, и думать о нем не хотелось. Вот вас в лагере встретил, подумал, что юродствуете или хотите выгоду какую-нибудь извлечь. Ну вот увидел, как дружку моему Серафиму Сазику и Секисту Овсеенку Александру Павловичу душу перевернули, то понял? Искренне верите в Бога. И сам понял, что Бог, конечно, есть. Ведь недаром церковь, где отец дьяконом служил, народ валом валил. Знаю, что Бог есть, но мне к нему дороги закрыты. Дела мои прошлые никакими молитвами не замолить и не простить. Умираю, смерти не боюсь, но чего-то страшно, вот чего разобраться не могу. Думал одно время исповедь у вас принять, да знаю вас, думал, что не простите мне грехов, слишком уж много натворил, но не жалею, что было, то было. Вот только два случая часто перед глазами стоят и ночью во время бессонницы и во сне приходят. Парнишку лет семнадцати пришлось в тридцатом году пришить. Как-то все по-глупому получилось. В ногах валялся, просил, плакал, а я самогон ухватил, перед дружками куражился, хотел храбрость и безразличие свое показать, издевался над ним. Закрою глаза, а вон мальчишечка-то так передо мной стоит весь заплаканный. И женщина одна так просто меня она замучила, на неделю раза три придет, а сейчас вот каждый день приходит. Квартиру брали в двадцатых годах в Москве, пришли по наводке, думали пустая, на работе все. Пришли, а там сестра хозяйки, красивая, статная, молодая, как говорят, кровь с молоком. Вошли мы, но она все поняла, к окну бросилась. Заперли мы ее в комнате, вещей в квартире много, золотишко тоже было. Стали собирать в узлы, сложили, уходить надо. А женщина видела нас, убрать ее необходимо, выхода нет, опознает после. Ребята метутся, мнутся, дело-то мокрое, да и для них не очень привычное. Пошел я, дверь открыл, взглянула на меня и участь свою поняла. Глаза большие, испуганные, схватил я ее, взглянул в глаза и решил воспользоваться ею. Ребятам крикнул, чтобы в другую комнату ушли, ну и потащил. Ударила меня в лицо, стала вдруг спокойной и говорит презрительно, зверь вы, а не человек, зверь, кончайте скорее. В глазах смертельная ненависть, лютая прямо, а от этого еще красивее стало. Ну я снасильничал, стал нож доставать. Она стоит, прижалась к стене, ждет удара. Потом в угол к иконе повернулась несколько раз и сказала кончайте со мною Бог, Матерь Божия, не оставь меня. Жалко мне ее стало. Да барахла много взяли, я ее ударил под грудь два раза. Она сползает по стене и быстро, быстро крестится и шепчет Господи помилуй, Господи помилуй. Вот так каждый день ко мне и приходит теперь. Отец Арсений, слушая Серого, все время молился, но от жутких подробностей рассказа его пробирала зноб. Сознательная жестокая злоба, цинизм, бессердечие даже в лагере встречались нечасто. Умирал серый мучительный, лицо было искажено то ли от страданий, то ли злобой к живущим людям. Лицо после смерти так и осталось необыкновенно злым. Рассказ заключенного Серого записан в 1965 году со слов отца Арсения, но рассказу придан тон и манеры, присущие уголовникам. Допрос после отъезда Бросимова сменилось два начальника особого отдела и назначили пожилого мрачного подполковника. В особый отдел пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключенных стала совершенно невыносимой. Многих вызывали в особый отдел на допросы. Угрозы избиения карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обреченных на смерть и нелепо. Однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела. Особый отдел в последнее время работал в кавычках с большой нагрузкой. Создавались дела, раскрывались в кавычках заговоры, проводились доследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали. В марте отца Арсения вызвали на допрос в особый отдел. Допрашивал майор Одинцов, человек среднего роста, с лысой головой и длинненной формы, отечным лицом, тонкими губами, разрезающими лицо и бесцветными глазами. Всегда подтянутый, в хорошо отутюжном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключенных жестокостью допросов, но почему-то имел прозвище «Ласковый» или «Второе» «Начнем, пожалуй». Отец Арсений вошел и встал при входе, деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на отца Арсения, потом, откинувшись на стуле, сказал «Рад познакомиться, Петр Андреевич, рад, обо мне, вероятно, слышали, я Одинцов». «Слышал гражданин следователь», ответил отец Арсений. «Ну, вот и хорошо, батюшка, начнем, пожалуй». «Хорошие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин к нашему разговору, сказал «Говорите, признаваться у меня надо, а то кровью утретесь, у меня порядочек известный, начнем». «Признавайтесь, о чем рассказывать?» «Рассказывай, попа, об организации, которая действует в лагере и преследует цели покушения на жизнь товарища Сталина. Нам все известно, тебя выдали, не тяни, раз обо мне слышал». Собравшись в единый ком нервов, отец Арсений молился, взывая к матери Божией о помощи, умоляя ее дать ему силы выдержать допрос. «Господи Божий наш, не остави меня грешного, укрепи владычица небесный дух мой немощный, я ничего не знаю ни о какой организации признаваться мне не в чем. Вот что, поп, играть с тобой не буду, ты и так полудохлый, тебе все равно подыхать, а мне дело позарез нужно, садись и пиши, что я тебе диктовать буду». «Гражданин следователь, разрешите обратиться к вам с вопросом?» «У меня вопросов не задают, а отвечают, но, а ты давай, задавай, все равно тебе подыхать здесь». «Гражданин следователь, прошу вас, взгляните мое дело, и вы увидите, кто допрашивал меня, и я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело». Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к отцу Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал, «Кто бы не допрашивал, а у меня все напишешь». «Нет, ничего писать не буду, в лагере нет никакой организации, вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены на смерть». Одинцов подошел ближе, губы его задрожали, тусклый бесцветный взгляд оживился, и почти заикаясь он произнес, «Милый ты мой, ты знаешь, что с тобой сейчас будет?» «Господи, помоги», только успел произвести про себя отец Арсений, как страшный удар в лицо сбросил его со стула и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено, Одинцов добьет его. В какие-то короткие мгновения, приходя в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами, и пряжка офицерского ремня, который бил по лицу. В эти мгновения отец Арсений молил Матерь Божия, но не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту бессознательности и, наконец, затих. Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах, кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил, добили старика, не доживет до утра и матерно с ненавистью вспоминали ласкового следователя Одинцова. Третий раз отец Арсений очнулся, как ему показалось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, отец Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, как ему показалось, голову. Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль вытесняла все, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти. Возвращаясь десятки раз в сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, отец Арсений в момент возвращения сознания все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов. Неимоверная боль, затуманенность мыслей отводили молитву. И в один из кратких периодов возможности сознавать, отец Арсений с испугом понял, что он умрет без молитвы, без внутреннего покаяния. Голову кто-то поворачивал, что-то нестерпимо жгло и кололо, и вдруг отец Арсений услышал быстро два укола камфоры, осторожнее сиодом, не попадите в глаза, осторожно брейте голову. И отец Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чем-то твердом и без одежды. Сознание надолго покинуло его, потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти больше трех дней на больничных нарах. придя в себя пытался понять, где он, у следователя, в бараке или еще где, и с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после двух или трех фраз боль опять отбросила его во мрак беспамятства. Эта борьба за молитву с болью и беспамятством продолжалась несколько дней. С каждым днем он успевал захватить, именно захватить все больше слов молитвы и, наконец, молитвой победил все. Глаза были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых и заботливых рук. Так же кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его. Голос был с легким еврейским акцентом. Ну-ну, ничего, выжили, не думал, что вырветесь из этой переделки, завтра развяжу вам лицо. Сам на допросах бывал, зная эти легкие разговорчики, но мы вас подчинили, почти как новый. Скоро сняли повязку с глаз и головы. Врач которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с отцом Арсением, давал советы, успокаивал. Тихо, тихо, сейчас посмотрим, дорогой мой, лицо у вас почти без единого шрама. Ну, а теперь посмотрим голову. Вот и хорошо, рад за вас. На отца Арсения смотрели два больших близорухих глаза в очках, лицо было мягким и добрым. Задержу еще вас здесь, сколько могу, говорил Лев Михайлович. Задержу, да не попасть бы вам второй раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьет. пробыл в больнице отец Арсений более сорока дней. Расставался с Альбом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая отца Арсения, Лев Михайлович убежденно говорил, не может так все продолжаться, не может, обязательно кончится, и мы выйдем с вами из этого ада и встретимся. И действительно в 1963 году встретились. Вернулся из больницы отец Арсений в тот же барак, но и старых жильцов его осталось очень мало, большинство угнали на рудник. Говорили, что следователя Одинцова куда-то перевели. Месяца через три после выхода из больницы вызвали отца Арсения в особый отдел к начальству. Грузный неповоротливый человек со свинцовым взглядом он внимательно осмотрел отца Арсения и сказал, живучий ты, я Одинцова перенес и в лагере зажился, не врешь. Ну, это хорошо, намекали тут мне из Москвы, чтобы тебя не добить. Да кто разберет, может, на пушку берут, проверяют. Ну, ну, живи, на тяжелые работы дам указания не посылать. После этого разговора до самой смерти главного Сталина в особой не вызывали. Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах. Все меняется. сообщение о смерти главного пришло к заключенным лагере с опозданием на три дня. Пришло случайно. Через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие. Был март, стояли большие морозы, снежные вьюги проносились над лагерем, заметая его временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал, что будет. Пойдет ли все как раньше или что-то изменится к худшему и всех заключенных уничтожат. Но каждый молчаливо понимал, что-то должно случиться. Первых два месяца приблизительно до конца мая лагерь жил прежней жизнью. Но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое. Казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни. Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальца появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными. Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены, улучшилось питание, матерщина исчезла, надзиратели и следователи в особом отделе обращались с заключенными на «вы». приехали комиссии из ЦК прокуратуры. Номера с одежды с пароли и стали называть не номером, а по фамилии. Пошли опросы, подымали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены и следствия вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали. Разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить и делать расчеты за питание и одежду. Первая комиссия, опросив несколько сот заключенных, уехали. Через месяца два приехала вторая партия комиссии в лагерь и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей. Прошло еще некоторое время. Объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из особого стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенно тягчайшие преступления и политические освобождения которых, по неизвестным причинам, кому-то было нежелательно. За каких-то полтора года лагеря пустел на девять десятых. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охранные вышки, проволочную ограду, часть бараков осталась вне зоны и их сожгли. В последнее время отца Арсения переводили из барака в барак, из друзей никого не осталось. Но отец Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился, ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли. Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены и было трудно сейчас войти с кем-нибудь в дружеские отношения. Два или три иереи и несколько верующих заключенных, которых знал отец Арсений находились в состоянии затравленности и угнетенности не надеялись на освобождение написали всюду заявления и жалобы и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденных. Пожалуй это время было самым трудным для отца Арсения вокруг него образовалась пустота человеческое безлюдие но осталась молитва которой он только и жил трудно было потому что постоянно горя желанием оказывать человеку добро он не находил себе сейчас дело в середине 1956 года отец Арсений был расконвоирован разрешили выходить за пределы лагеря в жилой поселок освободили от тяжелых работ и перевели в инвалидную команду к марту 1957 года лагерь опустел почти полностью зону сужали несколько раз опустевшие бараки сжигали и теперь за проволочной оградой лагеря чернили десятки остров печей от сгоревших бараков валялись жгуты ржавой колючей проволоки блестели осколки стекол громоздились остатки кирпичных фундаментов столбов писем приходило много это было большой радостью первым было письмо от Веры Даниловны Алексея Ирины Серафима Сазикова Александра Овсеенкова и пришла с очень сложной оказией записка от Абросимова теперь генерал лейтенанта Абросимов писал помни ничего не забыл делаем все но мешают помню и помню вас верю что скоро встретимся в другой обстановке держитесь отец Арсений отвечал на письма вдумываясь в судьбы и жизнь людей и часто письмо человека которого не видел много лет рассказывало ему так много что казалось сам он этот человек присутствует здесь надзиратель справедливый уже более года как ушел из лагеря и отцу Арсению было трудно не хватало этого простого по душе человека некоторое количество административных уголовников опять возвратились в лагерь осужденные за вновь совершенные преступления уголовники последнее время как-то особенно обнаглели вели себя вызывающе не боялись охраны но вдруг сменили начальника лагеря и сразу все изменилось повысилась требовательность к работе улучшилось питание за нарушение режима жестоко наказывали жестко но не было издевательства грубости жизнь продолжалась отец Арсений ждал часа воли Божией новый барак последний это был последний барак в котором жил отец Арсений перед освобождением из лагеря из старых знакомых никого в бараке не осталось а одни освободились другие умерли третьих перевели в другие бараки или лагеря прощание настал 1957 год меня расконвоировали разрешили иногда выходить из охраняемой зоны кончая работу я покидал лагерь медленно шел к ближайшему лесу или к таежной болотистой речке садился на сухой пень и начинал молиться голос мой далеко разносился по редколесью затихая в ветках берез склоненных к воде ив елях и травах здесь в лесу молиться было спокойно и легко грубость лагерной жизни исчезала и наступала возможность молиться на воединение с Богом и в это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья живущие на воле воспринимались умершие которых я любил или те кого я проводил когда-то в последний путь встретив на дорогах ссылок и лагерей было тепло комары монотонно звенели вели сероватым облачком пытаясь проникнуть через сетку на комарника внезапно возникавший ветер уносил комаров но через несколько мгновений ветер стихал и они снова окружали меня лагерь барак уголовники постоянный надзор за тобой сразу забывались было только беспредельно синее небо лес колышащиеся травы голоса птиц и молитва объединяющая все и соединяющая тебя с богом и природой созданной им уходить из лагеря разрешали не часто день этот был выходным я вышел из зоны и пошел далеко в редко лесе раскинувшееся за лагерем где раньше когда особый был полон заключенных и в нем кипела лагерная жизнь постоянно горели костры оттаивавшие землю для больших но неглубоких ям в которых ежедневно хоронили умерших лагерников кладбище было огромным вся его площадь когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой теперь была открыта местами столбы упали проволока порвалась и обвисла сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле покрытое неровными расплывшимися грядками на которых кое-где стояли колья с прибитыми деревянными или жестяными бирками табличками большинство кольев и табличек валялось на земле номера захороненных заключенных написанные на них стерлись и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр я прошел далеко вперед земля была местами мокрой нога глубоко погружалась в сыроватую глину смешанной с перегноем из трав и листьев и с трудом отрывалась при каждом шаге перешагивая через поваленные колья невысокие насыпи обходя большие по площади но не глубокие провалы образовавшиеся на месте братских могил хватаясь за стволы чахлых деревьев шел я по кладбищу весеннее но сегодня теплое солнце постепенно спускалось к горизонту я остановился оглянулся во все стороны перекрестился благословляя всех лежащих на смертном поле и начал молиться на душе стало тягостно грустно и печально ветер стих стояли неподвижно травы мелкий кустарник силой березы и ели казалось что ветер тихий и прохладный скрылся в подлесе и траве прижался к земле затаился и чего-то ждет я медленно пошел по полю отдалившись от окружающего сосредоточившись и молясь об умерших и передо мной вставали люди затем возникали из прошлого воспоминания мучительные и тяжелые люди когда-то знакомые и любимые мною или те кого я напутствовал провожал в последний путь или люди встреченные мною здесь в лагере сдружившиеся со мною и передавшие мне в исповедях свою жизнь лежали сейчас на этом поле смерти вспоминались усталые изможденные лица растерянные печальные полные тоски молящие слезы за упокойных молитв разносились над кладбищем истомляли душу вселяли чувство тревоги тысячи десятки тысяч человек лежало здесь убитых режимом лагеря медленно умершленных другими людьми юноши и старики тысячи верующих защитники родины проливавшие за нее кровь самые обыкновенные простые люди попавшие в лагерь по ложным доносам лежали сейчас в полуболотистой земле и здесь же на этом поле смерти лежали люди предавшие родину участники массовых казней полицаи многократные убийцы уголовники где-то далеко шумел трактор бульдозер сравнивая могильные насыпи заравнивая ямы для того чтобы никто и никогда не вспомнил о тех кто остался лежать здесь где-то лежали небрешно брошенные в могиле владыка Петр архимандрит Иона монах праведник Михаил схимник из оптиной пустыни феофил великие праведники и молитвенники друг людей врач левашов профессор глухов слесар степен до самого последнего часа своего совершавшее добро и много много других когда-то знаемых мной людей я молился вспоминая усопших но вдруг слова молитвы иссякли я оказался стоящим на поле растерянным раздавленным воспоминаниями сомнениями что осталось от погибших ржавая табличка со стертым номером кость торчащая из наспех засыпанной могилы обрывок ткани хоронили в спешке ямы рыли неглубокие земля здесь всегда была мерзлая и ее приходилось сутками оттаивать чтобы вырыть могилу на несколько десятков человек зимой трупы забрасывали землей снегом летом специальная бригада подправляла могилу засыпая землей выступавшие кости ног и рук даже сейчас сказалось что из под земли тянулся запах тления было душно сыро и тихо солнце нагрело земли от этого над полем поднимался легкий еле заметный пар воздух дрожал переливался и казалось будто что-то необычайно легкое и большое плыло над кладбищем господи господи вырвалось у меня это же души умерших поднялись над местом скорби тоска необычайно щемящая тоска охватила и сжала мне сердце и душу в горле стал комок рыданий слезы застилали глаза а сердце все сжималось и сжималось и готовое остановиться состояние полной безнадежности уныния и чувство скорби охватило меня я растерялся упал духом и весь внутренностник отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон господи зачем ты допустил это пронзительный долгий плач вдруг внезапно возник и пронесся над полем вначале это был низкий вибрирующий воющий стон перешедший потом длительное однозвучное рыдание временами срывающиеся и напоминающие вопль человека ноющий колеблющийся стон был заунывен и долг он покрывал все бескрайнее поле сковывая и наполняя душу беспределной скорбью прозвучав над полем плач внезапно смолкал для того чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой я говорил отец арсений еще более внутренне сжался нервы напряглись до предела все во мне наполнилось болезненной ноющей тоской окружающее потемнело поблекло стало гнетущим я почувствовал себя сломленным раздавленным господи господи яви милость свою воскликнул я осеняя себя крестным знаменем и вдруг ветер затаившийся в перелеске и траве вырвался на волю заколыхал травы закачал деревья и настойчиво повеял мне мгновенно все стихло пробудилось двинулось ноющий заунывный стон исчез и неожиданно высоко в небе зазвучало пение птицы дрожащая и парящая дымка воздуха рассеялась растворилась в пространстве состояние растерянности гнетущей тоски и безнадежности прошло и я распрямился стряхнул с себя страх и услышал в дуновении ветра движения жизни ветер принес свежесть запахи травы леса отголоски далекого детства неповторимую радость стонущий плащ проносившийся над полем оказался ничем иным как вибрирующим звуком циркулярной пилы работавшей на далеком на далекой лагерной лесопилке ветер медленно набирал силу воздух стал упругим и ощутимым жаворнок радостно поднимался в вышину песня его то затихала то отчетливо звенела в небе я осознал что жизнь сейчас идет так же как и до гибели всех лежащих здесь людей и так же будет идти жизнь продолжалась и будет продолжаться всегда так как это был закон Господа и природа созданная им выполняла его предначертания охватившая меня состояние растерянности и безысходной тоски была вражеским наваждением моей слабостью маловерием я отчетливо понимал что иерей арсений поддался духу уныния и тоски опустившись на колени на одной из могильных насыпей и прислонившись к стволу невысокой березы собрав всю оставшуюся силу и волю стал молиться Господу и Матери Божией Николаю Угоднику постепенно душевное спокойствие овладело мною но вначале настоящая молитва приходила с трудом по-прежнему передо мной было скорбное поле смерти расползающиеся насыпи ямы наполненной темной водой жестяные деревянные бирки обломки человеческих костей сломанная лопата которые когда-то копали землю по-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных многие из которых навсегда вошли в мое сердце все так же душа моя была полна человеческой скорби о погибших но гнетущее чувство охватившее меня уныние и тоски под влиянием молитвы ушло долгая молитва очистила душу и сознание дала мне возможность понять что устроитель жизни Господь призывает не поддаваться унынию и скорби а молиться об умерших творить добро живущим людям во имя Господа Бога Матери Божией и во имя самих живущих на земле людей окончив молитву я медленно пошел в кладбище север пила пила замолкла со стороны леса доносилось тоскливое кукование кукушки по растерянным детям а одна кукушка кончала и где-то в отдалении начинала другая кому-то считали они годы жизни те кто лежали на простирающемся передо мной полем смерти уже нашли свой конец и не вели счет времени мне еще живущему в лагере но срок моей жизни знал один только бог шел я к лагерю охваченный воспоминаниями время от времени мысли мои разрывал голос кукушки и так далекие воспоминания детства и юности проходили перед глазами вот мать с которой ходил по лесу и она рассказывала мне о лесе травах и птицах и так же куковала кукушка вспомнилась первая исповедь давно ушедшая друзья моя церковь где много лет я служил думал ли я тогда что услышу голос кукушки на кладбище лагеря особого усиленного режима где лежат десятки тысяч мертвых большинство из которых безвинно погибли свидетелем гибели их был я думал ли что буду участником всего происходящего и так же как и они пройду скорбный путь мучений и издевательств для чего все это господи для чего мучились и погибали люди верующие и неверующие праведники и страшнейшие преступники злодеяния которых невозможно оценить по человеческим законам почему и сам и сам ответил себе это одна из тайн твоих господи которые не дано постичь человеку рабу греха это тайна твоя неисповедимы пути твои господи ты знаешь тебе ведомы пути жизни человеческой а наш долг творить добро во имя твое идти за поведями евангелия и молиться тебе и отступится тогда силы зла ибо там где двое или трое собраны во имя твое там и ты посреди их помилуй меня господи по великой милости твоей и прости за уныние слабость духа и колебания обернувшись на четыре стороны благословил я всех лежавших на поле и низко склонившись простился со всеми господи упокой души усопших рабов твоих до конца жизни своей буду помнить я тех кто остался лежать здесь в земле перебирая в памяти знаемых мною умерших тихо поминал из-за упокой души и в этот момент отчетливо видел лица их шел 1957 год лагерь пустел с каждым днем где-то недалеко от него возник гражданский поселок в который из разных мест страны ехали вольнонаемные взамен ранее работавших заключенных появились улицы скверы длинные вереницы домов приезжали люди ничего не знающие об особом и полуболотистом кладбищенском поле на котором остались лежать десятки тысяч погибших заключенных прошлое уходило из памяти людей отъезд подошел конец 1957 года отца Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря до конца срока оставалось еще 6 лет так как в 1952 году добавили еще 10 вызывали расспрашивали допрашивали писали протоколы заполняли анкеты что-то кого-то запрашивали и наконец весной 1958 года сообщили что освобождает по амнистии хотя основное освобождение всех заключенных прошло уже несколько лет назад сообщили будучи будто отец Арсений получил сообщение о получении посылки а не сидел в лагере безо всякой вины многие годы только кто-то из членов комиссии с некоторым удивлением сказал вот подише выжил старик приходится освобождать одели дали на проезд лидер деньги заработанные за последние годы справку для получения паспорта по прибытии на место жительства место жительства где оно было сейчас у отца Арсения в комиссии спросили выдавая справку куда он едет и отец Арсений назвал маленький старинный городок под Ярославлем в котором когда-то часто бывал и жил изучая старину он отвык от воли плохо представлял себе жизнь за пределами лагеря и сейчас ему было почти безразлично куда ехать усталость безграничная усталость давила и сгубила его все в руках Божьих решил он Бог устроит надо бы отдохнуть собраться силами побыть одному и в молитве найти спокойствие собранность и тогда можно встретиться со своими духовными детьми сейчас сил не было и только одна молитва поддерживала его внезапно наступила ранняя северная весна теплые ветры согнались снег с пригорков и дорог было сухо комары гнус еще не одолевали прилетели ранние птицы в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть свищевым мешком в новых гражданских ботинках черных брюках новой телогрейки и стандартной шапки ушанки вышел отец Арсений за ворота лагеря теплый весенний ветер налетал на него шевелил волосы придавая свежесть утру чуть-чуть пылил дорогу пройдя контрольный пункт отец Арсений обернулся лицом к лагерю низко склонился к земле и прощаясь перекрестил лагерь охрана без удивления смотрела на него уходил старик много лет пробывший здесь отойдет ворот лагеря поднявшись на пригорок по которому шла дорога отец Арсений обернулся опять к лагерю и осмотрел его сейчас лагерь был жалок вышки и несколько рядов проволоки охватывали несколько темных бараков за пределами лагеря лежали груды кирпича стояли полусгоревшие столбы от сожженных бараков повальные столбы с колючей проволокой полусгнившие остатки вышек и отец Арсений вспомнил лагерь особого режима когда-то беспредельно громадным кипучим в своей страшной жизни сойдя с дороги и смотря на лагерь отец Арсений молился вспоминая многих и многих людей оставшихся здесь и тех кого господь увел отсюда долгие томительные годы прошли для отца Арсения здесь долгие господь никогда не оставлял его и он сохранил отца Арсения дал ему возможность в этом море скорби найти много совершенного прекрасного найти людей у которых отец Арсений по великой милости бога взял то к чему стремился и должен стремиться каждый христианин здесь в окружающем его человеческом горе он научился молитве на людях здесь пример многих и многих праведников и просто обыкновенных людей показал ему что надо брать тяготы человека на себя и нести их и в этом закон христа молясь благодарил отец Арсений господа матерь божия из тех тех кто оставался здесь и великой неоцененной помощи своей помогали и учили его попутная грузовая машина подвезла отца Арсений до гражданского поселка где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря справедливый разыскать дом и квартиру справедливо было нетрудно странным и необычным показалось находиться вне лагеря не было крика уголовников распорядка дня ругани справедливый с прошлым а теперь Андрей Иванович вместе с женой провожали отца Арсения на вокзал два дня прожитых у Андрея Ивановича дали возможность Арсению осознать волю Андрей Иванович доплатил кликеру и отец Арсений ехал в купельном вагоне расположившись на нижней полке подложив под голову свой вещевой мешок он закрыл глаза поезд вздрагивал на стыках колеса мерно стучали за окном проносилась тайга скалы реки озера Сибири перед мысленным взором отца Арсения сейчас проходило прошлое люди и люди шли бесконечной вереницей погибло большинство но многие все же выжили и их отец Арсений увидит новая жизнь еще плохо представлялся отцу Арсению все было неизвестно но был Бог и при его помощи должна была начаться эта жизнь мысли заполнившие сознание отошли и отец Арсений стал молиться и вдруг услышал осторожнее здесь из лагеря как бы не обворовали и второй голос полушепотом произнес удивляясь как их только выпускают расстреливать надо отец Арсений открыл глаза на противоположном месте устраивалась молодая пара поезд шел вперед мелькали станции реки леса города на перронах свободно ходили и говорили люди жизнь шла отец Арсений молился о новой наступающей жизни о тех кто остался в особом навечно весна полностью вошла в свои права за окнами поезда по мере приближения к Москве все расцветало яркими красками страшное прошлое связанное с лагерем особого режима ушло в невозвратное прошлое период тяжелых испытаний выпавших на долю родины прошел смотря в окно но ничего не замечая отец Арсений молился и благодарил Господа Матерь Божию и всех святых за великую милость и помощь оказанную ему и просил за всех кого знал и любил приближался город где отец Арсений должен был начать новую жизнь и продолжать служение Богу и людям краткое слово куски огромной жизни отца Арсения лежат в этих воспоминаниях мы видим доброго и простого человека с открытым и ясным лицом не впитавшего в себя ни убеждений ни привычек окружающего мира пропитанного ложью корыстью тщеславимой жестокостью мира который по своему образу и подобию корежил многих из нас отец Арсений был бескомпромиссен отважен и безоглядно предан тому что считал истинным и справедливым он не жертва жестоких и яростных сил в конце концов а брегших его на тяжелое страдание и угнетение а человек свободно во имя Господа избравший свой путь к Богу и с редким достоинством самоотверженностью и простотою прошедшей его до конца посмотрите как мудро грустно и в то же время пытливо вглядывается он в лица страшных и жестоких людей окружавших его как пытался найти путь к их сердцу заранить в душу искру Божию исправить и направить к совершению добра посмотрите сколько людей он спас от смерти и поддержал в трудный час а иногда и в последний час жизни старые молодые солдаты и ученые рабочие крестьяне врачи инженеры проходят перед нами как бы высеченные из камня очерченные крупно и ясно при этом характеристика этих людей раскрывается полностью и мы ощущаем подлинность той жестокой и суровой жизни окружавшей отца Арсения что заставляет нас надолго запомнить прочитанное задуматься над жизнью прочитав воспоминания невольно вспоминаешь многих и многих людей погибших и страдавших за веру и за нас часть вторая путь в этой книге собрано воспоминания и рассказы об отце Арсении а также о людях так или иноче соприкасавшихся или встречавшихся с ним одни больше а другие меньше мы вы встретите здесь с людьми имена которых уже встречались вам в первой книге лагерь встретите и новых людей то ли духовных детей отца Арсения то ли тех кто однажды встретившись с ним навсегда унес с собой веру в Бога понял что такое настоящий верующий человек несущий людям добро радость исцеление тяга жизни он отец Арсений умел брать на себя трудности и грехи других людей учил их молиться так что они могли найти путь к Богу он воспитывал в человеке веру давал ему понимание радости сотворенного добра нам не дано знать скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу и дальше вел по этой дороге веры но мы знаем что таких людей было много очень много прочитав собранные воспоминания рассказы и записки вы поймете многое и увидите жизненный путь отца Арсения а также людей жизнь которых и для нас служит примером мы должны глубоко благодарить всех тех духовных детей отца Арсения знакомых и друзей его написавших о нем или о своей жизни связанной с ним в той или иной степени вспоминаю поезд остановился отец Арсений вышел из вагона шла весна 1958 года буйная радостная веселая было утро яркое солнечное местами на земле лежал не растаявшись снег блестели голубые от весеннего неба лучи пройдя по перрону и выйдя на привокзальную площадь отец Арсений осмотрелся чистый прозрачный воздух прочерчивал узоры далеких колоколен главы церквей с погнутыми крестами на куполах в телогрейке шапки ушанки с вещевым мешком за спиной небольшой седой бородой отец Арсений при первом взгляде на него казался колхозником приехавшим в город за продуктами но какие-то еле уловимые черты в одежде походке манере общения говорили что он вернулся из заключения город город был все тот же что и два с половиной десятилетия тому назад но еще больше обветшал стал грязнее и мрачнее и даже весенняя погода не оживляла его а наоборот подчеркивало убожество давно неремонтированных домов разбитых булыжником мостовых замусоренных дорожных канав обшарпанность ларьков и палаток гнетущую одноцветность всего окружающего отец Арсений опустил руку в карман телогрейки достал записку с адресом и пошел разыскивать дом Надежды Петровны все было сейчас новым люди разговоры поведение людей и сам маленький городок который он когда-то часто посещал и в котором подолгу жил монастырская заречная посадская улица стали улицами или проспектами Энгельса Марата Советской Гражданской Ильичевской отец Арсений долго расспрашивал ходил и наконец перед ним появилась поднимаясь в гору нужная ему улица он разыскал дом и подойдя к закрытой калитке дернул ручку звонка в отверстие забора позвонил несколько раз и услышав как в доме дребезжит колокольчик но никто не выходит отец Арсений беспомощно оглянулся не зная что делать стало холодно дорога утомила пересадки волнения томительная неизвестность оторванность от привычной лагерной жизни суета свободы заставляли потерять внутреннюю собранность и спокойствие оставаясь стоять у калитки отец Арсений растерялся куда же идти что делать в городе он никого не знал был второй адрес но обыскав все карманы не нашел его необходим был человек который помог бы снять в городе комнату надо было отдохнуть пожить одному привыкнуть ко всему новому понять войти в жизнь на воле от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни и затем уже списаться с духовными детьми и друзьями что делать может быть Надежда Петровна уехала у калитки стояла небольшая скамейка протерев ее рукавица отец Арсений в возмождении сел я задумался рассказывал потом отец Арсений задумался о том что незаметно поддался духу гордыни возомнил что справлюсь с новой жизнью один без друзей своих и духовных детей привыкну к новому а Господь показал сейчас мои заблуждения все окружающее пугало было незнакомо чуждо одна надежда была на Господа по улице проходили редкие прохожие а старик в телогрейке священным мешком за спиной полусогнувшись сидел на скамейке прислонившись к забору и как будто дремал городок улица запертый домик все отдалилось ушло и осталась только одна молитва Господа и Матери Божьей в которой отец Арсений просил простить его за гордость неверия в помощь близких своих время время шло и часа через три из соседнего дома вышла женщина и спросила вам кого гражданин и отец Арсений удивленно увидел себя на скамейке рядом с забором незнакомой улицы и женщину стоящую около него и с трудом осознал где находится разыскав в кармане записку отец Арсений ответил Надежду Петровну но вопросы продолжались кто откуда зачем давно ли в городе отец Арсений отвечал односложно знакомые в гости давно не виделись казалось что прервать любопытствующий допост нельзя но в этот момент подошла женщина к калитке отец Арсений не понял что это Надежда Петровна так произошел его первый приезд в город и встреча с Надеждой Петровной у которой он прожил более 15 последних лет своей свободной жизни жизнь Надежды Петровны была далеко необычна дочь учителя она в 16 лет вступила в партию участвовала в гражданской войне руководила жен отделом губернии работала в партийных органах поступила в институт красной профессуры кончила его и перешла на работу так называемый идеологический фронт статьи брошюры книги написанные и обрели известность работала со Скворцовым Степаровым и Варгой избиралась делегатом различных съездов но в 1937 году арестовывается и только в конце 1955 освобождается почистой в возрасте 55 лет из троих детей в живых осталась старшая дочь Мария которая к моменту выхода Надежды Петровны из лагеря уже давно была замужем за военным врачом сын Юрий пробыв несколько лет в детском доме был взят на фронт где и погиб 19 лет младший Сергей умер в этом городе в детском доме жить в Москве Надежда Петровна не захотела и решила поселиться там где умер и похоронен маленький Сергей убеждение любовь интерес к жизни когда-то волновавшее прошлое все было вытравлено и стерто допросами унижением лагерем в душе осталась постоянная боль дочь и зять купили в этом городке для Надежды Петровны небольшое но хороший домик с уютным садом в 52 году встретил отец Арсения в лагере мужа Надежды Петровны Павла тяжело болевшего но почти до самой смерти продолжавшего работать на тяжелых работах Павел сдружился с отцом Арсением и попросил что если отцу Арсению удастся выйти из в лагере разыскать жену и рассказать о его жизни если будет возможно то помочь ей в конце 1956 года еще находясь в лагере отец Арсений списался со своими друзьями они с большим трудом нашли Надежду Петровну которая к этому времени уже жила в своем домике отец Арсений написал ей обстоятельное письмо об умершем мужа о последних днях его жизни и вот тогда то и пригласила она чтобы после освобождения приехал отец Арсений к ней жить приняла Надежа Петровна отца Арсения хорошо он подробно рассказал ей о жизни ее мужа в лагере о его неизгибаемой стойкости мыслях высказанных им перед смертью многое рассказал слушая отца Арсения Надежда Петровна то плакала то лицо и остановилось гневным жлым и она повторяла одну и ту же фразу какой человек был Павел какой человек погубили сознательно мерзавцы прожил отец Арсений у Надежды Петровны несколько дней и почувствовал что трудно ему чуждо все здесь молиться стеснялся и все время чувствовал себя гостем хотя и жил один в комнате да и второй адрес нашел за это время в кармане тело греки поблагодарим Надежду Петровну за гостеприимство ушел жить к Марии Сергеевне своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы пришла я рассказывать Надежда Петровна дней через десять навестить отца Арсения тогда звала его Петр Андреевич смотрю домик ветхий живет в каком-то чулане кровать складная ломана одеяло старое сицевое а сама Мария Сергеевна от старости еле двигается и не только помочь отцу Арсению не может а и сама требует ухода в общем битый битого везет стало звать его опять к себе жить а он посмотрел на меня как-то по-особому кротко-кротко и сказал возможно ли это я ведь священник иерей молюсь подолгу и богослужения дома совершаю а у вас взгляды другие вы не верующий атеистка кроме того ко мне и друзья приезжать будут и не один а много неподходящие для вас постоялец вижу что и Мария Сергеевна не одобряет его переезда ко мне но почему-то неизмеримо стала жалко мне его пришла на второй день и увела к себе поселила отца Арсения в большой комнате окна в сад выходят тихо спокойно там стала ухаживать за ним одна ведь живу дочь с мужем хорошо если один раз в месяц из Москвы приедут а внучка только на каникулы зимой приезжала времени свободного много читала все больше а тут вроде бы и занятия да и вижу человек он очень интересный какой-то особенный вначале не понимала что в нем особенного первое время все молился днем вечером ночью утром иконочку взял у Марии Сергеевны повесил в уголок лампадку постоянно поддерживал горящий странно мне все было непонятно думала что без образования он фанатик или лагерь сильно повлиял но по разговору интеллигентной стала присматриваться к нему иногда вечерами подолгу разговаривали и поняла я тогда что передо мной человек огромных знаний культуры и какого-то особого высокого духа и доброты необычной поняла все это в течение полутора месяцев присматриваться к отцу Арсений заметила что не привык он еще к свободе и лагерь давлеет над ним со всем его страшным прошлом хотя и сказал он мне что будет к нему приезжать друзья будут но никто ни разу не приезжал а письма он также никому не писал и как потом узнала запретила Марии Сергеевне сообщать кому-нибудь что живет здесь первые три недели на улицу не выходил а потом стал сидеть на улице на скамеечке состояние было мне понятно так как и со мной и с моими друзьями по выходу из лагеря происходило нечто подобное одни замыкались в себе а в других просыпалась нервозно кипучая деятельность сменявшаяся потом депрессией стало я рассказывала потом Надежда Петровна больше говорить с отцом Арсением расспрашивать рассказывать о себе а также попросила разрешения заходить к нему когда он молился или совершал богослужение и в эти моменты становился он другим человеком но и невиданным поражавшим меня помню как-то вечером охватила меня тоска гнетущая давящая дети Юрия и Сергея неотступно стояли перед глазами вспоминала все время мужа и что-то темное заползало мне в душу хотелось броситься на пол и биться головой кричать рыдая обо всем потерянном утраченном жизнь казалась бесцельной и ненужной теперь для чего жить для чего я металась по комнате кидалась на кровать закусывая зубами подушку вставала и беззвучно плакала слезы заливали лицо кто мне поможет кто мне ответит на то что случилось кто было так тяжело что я хотела умереть мне вспоминалась жизнь детей их страдания в детских домах ужас расставания с ними при аресте их расширенные глаза полные страха и мольбы обращенные ко мне уходящие с арестовавшими меня работниками НКВД смерть мужа в лагере допросы и моя жизнь все проносилось с какой-то особой четкостью обостренно болезненно хотелось куда-то бежать и потребовать ответа зачем все это было я одна в доме потому что Петр Андреевич изможденный и оторванный от жизни человек не могущий мне помочь но рядом никого не было я плача все же пошла к нему тоска скорбь и какая-то особая злобленность охватили меня я вошла без стуга Петр Андреевич стоял в углу перед иконой Божьей Матери неярко горела лампада и он в полный голос молился я вошла громко резко открыв дверь но он не обернулся остановившись услышала слова молитвы тетка произносимая им царица моя приблагая надежда моя Богородица защитница сирым и странным обидимым покровительницей погибающим спасения и всем скорбящим утешения видишь мою беду видишь мою скорбь и тоску помоги мне немощному укрепи меня страждущего обиды и горести знаешь ты мои разреши их прости руку свою надо мною ибо не на кого мне надеяться только ты одна защитница у меня и предстательница перед господом ибо согрешил я безмерно и грешен перед тобой и людьми будь же матерь моя утешеница и помощницей сохрани и спаси мя отгони от меня скорбь тоску и уныния помоги матерь господа моего отец арсений кончил молитву перекрестился встал на колени положил несколько поклонов прочел еще какую-то молитву которую я не запомнила и встал с колен а я ухватившись за косяк двери рыдала громко обливаясь слезами и только слова молитвы к Божьей Матери отчетливо звучали передо мною забегая вперед хочу сказать что они запомнились мне на всю жизнь запомнились мгновенно навсегда запомнились так как я восприняла их тогда сквозь охватившие меня рыдания я смогла сказать только одно помогите мне очень тяжело ничего не спрашивая Петр Андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул захлебываясь от рыданий я стала говорить сперва озлобленно потом раздраженно и наконец успокоилась и вся моя жизнь вся до мельчайших подробностей вставала передо мною и я выплескивала ее на отца Арсения рассказывала о себе о горе страданиях детях мужа о своей жизни об ошибках стремлениях прошлой работе прошлое обнаженное прошлое вдруг предстала передо мною совершенно по-другому рассказывая себе я увидела не только себя но и тех людей которым я приносила страдания боль унижения а возможной смерть все прошло перед моими глазами слова молитвы услышанные мною во время моего рассказа незримо присутствовали как бы освещая мне путь говорила я долго несколько часов а отец Арсений опершись руками на стол недвижно слушал меня не прерывая не поправляя когда я окончила сама удивилась тому что рассказала отец Арсений встал подошел к иконе поправил лампадку перекрестился несколько раз и стал говорить говорил он вероятно недолго но то что сказал еще еще раз заставило меня понять все свои страдания иначе чем я понимал их раньше ведь страдала и мучилась я из-за те дела которые когда-то совершала ведь и отменяя от моих поступков и действий страдали люди а я не думала о них забывая об их страданиях почему я должна быть лучше их отец Арсений сказал хорошо что вы рассказали свою жизнь ибо полная откровенность это кладезь ощущения совести человека вы найдете себя Надежда Петровна и трижды благословил меня я не стала сразу верующая но поняла что есть многое многое что упущено мною в жизни и это упущенное и ранее не найденное с помощью Божьего Отца Арсения я нашла сперва привыкла я к нему потом привязалась и увидела в нем человека совершенно необычного несущего себе глубокую духовность веру и доброту к людям никогда не могла я предположить что худой усталый человек пришедший ко мне в лагерной телогрейке окажет такое влияние на меня и я стану верующий ранее отрицавший Бога и гнавший его это разговор этот в очень большой степени сблизил меня с отцом Арсением и он стал меньше стесняться постепенно оттаивать интересоваться окружающим и к исходу второго месяца написал уже несколько писем и вероятно дня через четыре приехало к нему сразу несколько человек нечего греха таить показались мне эти люди несколько странными но только в начале а потом я поняла их и сама вероятно стала такой же как и они со многими сдружилась и полюбила их месяцев через пять шесть я уже стала духовной дочерью отца Арсения рассказывала Надежда Петровна но одно событие происшедшее в это время особенно повлияло на меня был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай арестован он был одновременно с Павлом моим мужем и проходил по одному и тому же делу в пятьдесят пятом году выпустили его реабилитировали восстановили во всем и вся работал в Харькове на большой хозяйственной должности был он в командировке в Москве и решил заехать ко мне после лагеря не виделись мы а только переписывались приехал я о Павле расспрашивать стала как в лагере жил о себе рассказываю почему вдруг в этот город приехала о детях плачу Николай о себе рассказывает конечно арест лагерь допросы вспоминает кто донес о несуществующем деле стала моей дочери расспрашивать а потом вдруг спросил смеясь Надежда а ты замуж не вышла раздевался когда увидел мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят чьи это а я ему ответила что-то резкое но тут же спохватившись сказала что живет у меня жилец а вернее хороший знакомый с мужем в лагере последний год его жизни сидел Николай вероятно машинально спросил кто он я назвал освященник Петр Андреевич Стрельцов ты его знать не можешь ведь последние четыре года высидели в разных лагерях с Павлом Николай буквально подскочил и закричал отец Арсений здесь где он ворвался без стука к отцу Арсению в комнату и я слышала что он кричал отец Арсений отец Арсений я следом за Николаем вошла в комнату и увидела как Николай обнимает отца Арсений что меня крайне удивило плачет еще более удивило что он вдруг сказал господи какая радость что вас встретил запрашивал о вас искал через знакомых а ответа нет бога ради благословите меня и подошел под благословение сели говорят и меня забыли вышло я чай приготовить готовлю и удивляюсь что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем почему они оба отца Арсения можно сказать без ума чай я поставила но отец Арсений и Николай его так и не пили к ночи Николай пришел пока его не было я все размышляла хороший добрый отец Арсений но чтобы Николай коммунист под его благословение подошел было мне непонятно о чем они тогда говорили несколько часов я не знала а уже потом через несколько лет Николай сказал мне что исповедовался пришел Николай какой-то просветленный и первое время молчал а потом всю ночь говорил об отце Арсении вначале это меня даже обозлило приехал человек ко мне не виделся много лет и внезапно ушел конечно хороший человек отец Арсений но поступать так в отношении меня столько перенесший мне казалось бестактным и неправильным мог бы с отцом Арсением потом поговорить я обозлившись сказала послушай Николай сама вижу что Петр Андреевич человек хороший но ты почему так к нему относишься под благословение подошел меня оставил к нему бросился ведь столько лет меня не видел посмотрел на меня Николай удивленный и начал рассказывать долго говорил очень долго и увидела я Петра Андреевича отца Арсения как бы совершенно по другому помню его рассказ лагерь Надя мне жизнь по иному показал взгляды люди идеи события свое прошлое и настоящее оценил по другому чем раньше рассматривал сама в лагерях была знаешь на воле человек добрый верный отзывчивый цены ему нет и веришь в него а после этот человек в лагерь попал и сразу видишь шкурник доносчик предатель дрянь отца и мать предаст мы с тобой таких видели из-за них сидели многие годы близких потеряли а этот человек Надя не одну сотню людей спас от смерти и мук чем спас добром добрым словом заботой помощью ты знаешь что в лагере значила внутренняя моральная поддержка все значило больше чем еда мы в лагерях к своим тянулись партийный к партийному интеллигент к интеллигентному колхозник к холхознику вор к вору шпана к шпане если помогали то только своим да и помогали то редко больше предавали а он отец Арсений всем помогал не было у него своих и чужих а просто были люди которым нужна помощь так он и меня с Павлом нашел были мы на грани отчаяния хотели бежать ведь это было равносильной смерти ничего никому не говорили а он накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил мы смотрим на него как обалделы откуда он знает растерялись страшно нам Надя стало с Павлом отговорил убежденно ласково и успокоились мы когда я в бараке услышал что он поп презрительно к нему отнесся да и вид у нее был самый неказистый прожил я с ним в бараке около года и стал он для меня и Павла как звезда путеводная присмотрись Надя к нему присмотрись и тоже к нему под благословение подойдешь сильно повлиял на меня рассказ Николая да я к тому времени и сама как уже говорила к отцу Арсению привязалась это меня просто уход к нему Николая расстроил продолжу рассказ об отце Арсении его жизни комната которую представила Надежда Петровна была большая окна выходили в сад с саженными яблонями вишнями рябинами соседний двор был далеко и совершенно невиден зимой чуть-чуть просвечивал рано утром рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз в это время отец Арсений вставал и начинал утренние молитвы потом опять ложился а в 7 утра начинал службу до 9 от 7 до 9 когда он служил присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна после службы он беседовал с приехавшими или работал писал письма иногда диктовал когда плохо себя чувствовал много читал книг по искусству и так же писал прижал очень много народа именно очень много Вера Даниловна высокая седая внешне строгая и недоступная а на самом деле милейшая и добрейший человек самый близкий друг и духовная дочь отца Арсения пришедшая к нему когда-то одной из первых почти все из нас лечились у нее она была врачом приезжали еще два врача Людмила и Юля почти одних лет приезжала с мужем и детьми Ирина красивая лет 45-50 вместе с Верой Даниловной они лечили отца Арсения иногда даже увозили его в Москву чтобы положить в одну и то в другую клинику отец Арсений всегда отказывался не хотел спорил но под общим нажимом сдавался в этих случаях к ним примыкала Надежда Петровна собирала вещи и отец Арсений буквально выставлялся из дома при этом он всегда уходя говорил одну и ту же фразу здоров я выдумки все это выдумки Ирина была особенной мягкой женственной необычно доброй и никто бы не подумал что это уже известный врач-хирург имеющий звание профессора и свою кафедру жизнь Ирины я не знала но видела что отец Арсений с каким-то особенным уважением относился к ней помню приезды инженера Сазикова красивого всегда элегантно одетого человека буквально обожавшего отца Арсения размеренной походкой бывало ходили они по саду и часами о чем-то говорили Сазиков был остроумен находчив и казалось весел но в его больших карих глазах жила постоянно глубокая скорбь приезжал он часто и в один из своих приездов просто разговорился со мной сказав что сидел вместе с отцом Арсением в лагере и что он бывший вор рецидивист я страшно удивилась и сказала что он вероятно шутит но Сазиков ответил я не смеюсь я старый уголовник которого вырвал из этой среды отец Арсений Сазиков производил впечатление человека всецело поглощенного верой и работой кто и что он за человек я не знала отец Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать так было заведено но года через четыре после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве и он стал частым гостем в нашей семье вот тогда-то он и рассказал мне и мужу свою жизнь помню приезжал совершенно седой человек с волевым лицом военной выправкой и проницательными глазами проходя к отцу Арсению он молча здоровался со мной или другими людьми сидевшими в комнате Надежи Петровна отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо но этого человека как-то особенно тепло и задушевно кто был приезжающий мы не знали а интересоваться как я уже говорила не полагалось но однажды отец Арсений позвал меня и сказал познакомьтесь Иван Александрович Абросимов меня не будет не оставляйте его я хотела что-то возразить но отец Арсений настойчиво и требовательно повторил не оставляйте не оставляйте вы Иван Александрович поддержите знакомство с Таней хорошее доброе знакомство меня не будет другого иерея ему найдите вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем частым гостем был Алеша лагерный Алеша студент рассказывать о нем не нужно так как каждый из вас хорошо его знает как отец Алексея принявшего паству отца Арсения на свои плечи и руки и все-таки я не могу удержаться чтобы не написать о нашем отце Алексея милый светящийся голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой мягкий и добрый он был отзывчив на человеческое горе ласков с людьми хорошо знал богослужение и проникновенно молился кто бы мог подумать что Алексей станет духовным отцом многих из нас помню встречу с Азикова и Абросимова отца Арсения помню их встречу с Алексеем это встречались люди которых связывало что-то значительно большее чем дружба вряд ли так могли встречаться даже любившие друг друга братья сына Алексея Петю с Азикова и Абросимова буквально боготворили задаривая игрушками еще было знает чем иногда приезжал колхозник или агроном появлялся поэт писатель или рабочий токарь какие-то старушки интеллигентного вида или старый ученый с женой из Ленинграда а иногда подолгу жевал старенький владыка Иона находившийся на покое но сохранивший юношескую память и трезвый ум большой знаток истории русской церкви и богослужения приезжало много народу обо всех не напишешь помнить еще и Наталью Петровну которая многим из нас помогала многих спасла и сохранила в то время когда отец Арсений был в лагерях страстная порывистая Наталья Петровна всегда была в действии как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей отца Арсения трудно вспомнить сейчас о чем происходил разговор но я почему-то тогда обратил внимание на ее руки худая рука ее тоже сжималась в кулачок то взволнована постукила по руке кресла по ручке кресла то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти и было видно что рука соткана из нервов которые живут одной жизнью с мыслью и движением руки передает собеседнику весь смысл разговора пытается заставить его понять самое главное и основное когда разговор приобретал страстный характер то и руки начинали передавать напряжение мысли страстность души и я почти не слыша слов понимала все сказанное понимала значение спора и его принципиальность для Натальи Петровны иногда рука в отчаянии бросалась в пространство это означало что собеседник не понимает но постепенно движение руки замедлялось и когда она спокойно легла на ручку кресла я поняла что спор окончен и Наталья Петровна что-то доказала люди входили и уходили писали и получали ответы и уносили с собой спокойствие веру надежду на лучшее и часть души самого отца Арсения часто замечала я что и сам отец Арсений говоря со своими духовными детьми и друзьями получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих каждый человек с которым ты общаешься обогащает тебя приносит тебе кусочек света и радость и даже если принес он горе свое то и ты находишь во всем волю Божию и видя как человек вместе с тобой преодолевает горе радуешься за него но есть среди моих духовных детей такие которые обновляют меня каждый раз как я встречаю их они для меня свет и радость много раз приходилось мне молиться с отцом Арсением бывало стоим мы в комнате полутемно освещены лампадками только иконы отец Арсений служит читает отчетливо ясно и чувствуется что весь ушел в молитву молится так что и ты только что приехавший и сошедший с поезда еще не отрешившийся от дороги московской суеты постепенно идешь за ним забываешь все окружающее и только видишь иконы Божьей Матери вникаешь слова молитву и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством Господней службы склонившись на колени читает отец Арсений про себя иерейское начало молитву и тогда входит тишина и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе о прощении грехов о даровании исполнении своих просьб нет комнаты нет рядом стоящих с тобой ты стоишь в храме горят лампады лик Божией Матери Владимирской и Казанской смотрят икон как бы обнимая тебя своей согревающей и всепрощающей милостью и отец Арсений ведет тебя к освящающему свету молитвы молиться рядом с отцом Арсением для всех нас всегда было большой радостью много еще можно рассказывать об отце Арсении очень много но мне думается что главное я рассказала господи прости меня грешную Татьяну воспоминания мои не могут быть полными так как я пришла к отцу Арсению только в 59 году привела меня к нему Юля у которой я лечилась долгие годы познакомилась я с Юлей Сергеевной как пациент в 51 году и с тех пор связала нас крепкая долгая дружба красивая высокая стройная привлекла она меня с первой встречи внимательностью ласковостью добротой болезнь моя была запущена за военные годы недоедание также отразилось на здоровье лечение не помогало Юлия Сергеевна потом для меня просто Юлия вылечила помогла мне во многом привела к церкви а затем и к отцу Арсению духовная дочь отца Арсения она сама заслуживает специального рассказа но к сожалению по многим причинам я не могу этого сделать встречи мы были почти одногодки Петр был старше меня на один год учились в одной гимназии но в разных классах знали друг друга но подружились только в последних классах однако потом пути наши разошлись он пошел в московский университет на искусство ведческие а я высшее техническое был Петр всегда серьезен добр зачитывался книгами любил искусство театр живопись музыку но я никогда не замечал его приверженности к религии на несколько лет потерял его из вида и только после окончания мною МФТУ стороной услышал что Петр досрочно окончил университет написал книгу являющаяся результатом его исследований каких я тогда точно не знал а еще через несколько лет мне сказали что он стал монахом и священником что меня несказанно удивило я женился как говорят по сильной любви но через год жена внезапно ушла к моему товарищу причем это было так неожиданно и непонятно для меня что я буквально сходил от горя с ума не находил себе места временами меня захватывала мысль о самоубийстве бросался только одним только другим людям пытаясь найти помощь и даже начал временами пить вспомнил о церкви кинулся поговорить со священником но ушел неудовлетворенный внезапно пришла мысль о Петре решил разыскать его узнал в каком храме служит поехал нашел церковь она оказалась небольшой и довольно древней помню пришел в храм встал в сторонке и в одном из притворов Петр служил обедню молящихся было много и в основном интеллигенция обедня кончилась все стали подходить под благословение и я видел как люди целовали руку Петру и он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым мне это было странно непривычно и не вязалось с представлением сложившимся о Петре благословив всех он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне при этом у него был такой вид который говорил что он знал о моем пребывании в храме народа в церкви было еще довольно много утром я немного выпил и от меня вероятно пахло вином поэтому молящиеся сторонились но мне было безразлично что случилось спросил Петр и этот вопрос и то что он знал что я в храме потому что горе пришло ко мне сразу обозлили меня я ответил ничего я попал сюда случайно хотя ответ был явно нелеп и глуп и отходя от меня Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника находившегося здесь в храме и когда тот подошел сказал отец Иоанн прошу отслужить им молебен я сегодня не могу и обратившись ко мне произнес пойдемте ко мне домой жил он недалеко от церкви шли молча у него дома я все рассказал при этом без просьбы с его стороны а просто вырвалось мое горе наружу и рассказывая плакал надрывно и вероятно даже по пьяному отец Арсений я уже знал что он теперь не Петр слушал меня не перебивая и не утешая кто-то во время моего рассказа приходил пытаясь что-то сказать но отец Арсений отвечал что занят когда я окончил свой длинный избивчивый рассказ отец Арсений просто и обыденно сказал а виноват то ты сам ты же оттолкнул жену от себя забыл про ее душу стремление желание говорил он недолго но вдруг мне от его слов стало не по себе и как будто завеса спала с моих глаз я осознал и понял многое чего раньше не замечал не хотел замечать и мне стало почти легко прожил я у него три дня и ушел примиренным с жизнью пришел к вере и в церковь вот с этого то времени стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником проходили годы жизнь моя изменилась я женился любил вторую жену шли звания степени жизненные успехи часто обгоняли мои способности я стал известен но приходя к отцу Арсении чувствовал себя студентом первого курса перед убеленным сединами профессором и в то же время это был мой друг и товарищ лагеря ссылки отрывали его от нас но не отдаляли и когда он после особого обосновался в этом городе я постоянно ездил к нему вот об этих то поездках я и хочу рассказать сегодня я еду к отцу Арсению как всегда волнуюсь жду от этой встречи чего-то большого и радостного поезд еще только подходит к вокзалу но я уже встаю и один из первых иду к выходу небольшой вокзал городка был по-своему шумен и суетлив из вагонов выходили люди таща тяжелые чемоданы мешки свертки корзины набитые продуктами закупленными в Москве пожалуй я только один из всех шел всегда с портфелем в котором лежали книги и немного конфет привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна городок был по-своему аккуратен уютен весел глава многочисленных церквей и соборов хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия как-то по-особому украшали город придавая ему сказочный вид покинув вокзал я торопился к отцу Арсению утреннее свежесть дыхание далеких лесов и полей приносимых ветром несли какую-то особенную бодрость и радость и я шел волнуюсь в предчувствии чего-то нового таинственного и радостного шел ожидая что встреча принесет мне что-то новое и заставит жить иначе лучше вот и улица знакомая милая улица одноэтажный домик в котором жил отец Арсений сейчас был центром притяжения моей души источником из которого я должен был унести ту живую воду благодаря которой может жить вера надежда и человеческая любовь окна блестели проглядывая сквозь ветви деревьев завешанные белыми занавесками они придавали домику таинственность привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него и в то же время я иногда боялся войти в его дверь потому что нес в себе сомнения в правильности совершенных мною поступков и дел вот и калитка с большим железным кольцом которое держит в зубах оскалившийся лев чудо искусства древних русских кузнецов звонок прикреплен на заборном столбе за калиткой дорожка покрытая крупным речным песком я звоню толкаю калитку и она пропевно несколько голосов открывается и меня сразу охватывает сладковатый запах усыхающих листьев увядшей травы еще теплой земли сделав несколько шагов по дорожке я останавливаюсь у двери и жду когда Надежда Петровна откроет мне ее слышу шаги разговор Надежды Петровны с котом который постоянно вертится у ее ног и сейчас она боится наступить на него дверь открывается лицо ее вначале строгое озаряется доброй улыбкой и она радостно встречает меня прохожу раздеваюсь радуюсь предстоящей встречи волнуюсь волнуюсь и думаю вот я иду сейчас к самому близкому мне человеку которому через несколько минут я отдам все свои сомнения грехи мысли раздумья так что чего же мне волновать это ближе у меня никого нет и все равно волнуюсь если раз целуемся садимся отец Арсений начинает расспрашивать о Москве знакомых друзьях новых книгах новостях и особенно церковных задает вопрос за вопросом на который я отвечаю иногда услышав что-нибудь смешное заразительно смеется мы говорим и я вижу ту же комнату тот же диван и письменный стол с креслом иконы Божьей Матери в углу горящую лампаду книги в шкафах полках на письменном столе все как всегда и в то же время новое милое дорогое хотя и десятки раз виденное мною все новости мною рассказано и я замолкаю нет нет мне еще много хочется рассказать но я просто боюсь утомить отца Арсения отнять у него время замолкает и он задумчиво смотря на меня в то же время куда-то поверх меня и от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе в памяти всплывает мое происшедшее за последнее время и особенно то что совершено мною плохого и вот именно в этот момент отец Арсений скажет мне зачем зачем вы так обидели человека а мы с вами христиане и нам не должно поступать так и от ожидания этих слов я волновался идя к нему потому что стыжусь своих поступков и сделал не так как он учил и тогда начинаю рассказывать пытаюсь оправдываться находить извинительные причины но слушая сам себя понимаю что не прав приходил час исповеди и иногда мне делалось не по себе отец Арсений становился почти гневен глаза его темнели я готов был провалиться сквозь земли от ощущения собственной отвратительности и греховности молились мы подолгу и вместе молился он необычно легко молитва с ним очищала возвышала и поднимала тебя он учил наставлял вел по пути веры и в то же время это был самый близкий мой друг с которым мы по-настоящему дружили говорили обо всем и многом и конечно о главном вере и пути верующего он много рассказывал о себе своей жизни людях с которыми встречался от которых у него что-то хорошее и научился любить человека или молиться или идти к Богу отец Арсений бескрайне любил человека видя в нем образ Божий бывало после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали и в этих разговорах черпал я знания веры и находил духовные силы я уезжал от него обновленным и от встречи до встречи жил тем что он мне дал и мне казалось что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком но конечно это было наивно приезжало очень много его духовных детей и друзей с которыми он конечно был таким же духовным отцом и другом как и для меня но каждый из нас считал что только с ним именно с ним был отец Арсений как я рассказываю о нем много говорили и рассказывали о чудесах бывших с ним и я помню что в одном из разговоров я спросил об этом отца Арсения он сразу погрустнел задумался потом сказал мне чудесного чуда нет что вы со мной ничего такого не бывало что бы можно было назвать чудом у каждого иерей исповедующего причащающего напутствующего умирающих ведущего своих детей духовных бывает много замечательных с духовной точки зрения событий также много необычного происходит и у каждого верующего человека но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего раскрыть в них волю Божию его руку промысл руководство то что происходило со мной или то что я видел вокруг себя часто потрясало меня повергало в трепет и я начинал отчетливо видеть волю Господню я не раздумывал и не задавал себе вопросов чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни я верил твердо и верю что Господь привел нас к свершившемуся а следовательно какими бы путями мы ни шли во всем была только его и его воля и только так понимая совершаемое человек постигает Господню волю были вещи и действия совершавшиеся вокруг меня или я сам был участником некоторых событий глубоко поражавших меня и я говорил себе это чудо но осознавая свое ничтожество и несовершенство понимал что не мне созерцать чудесное в жизни все является чудом и самое главное это то что волею Божией человек живет на земле верьте в это я увидел что вопрос мой расстроил отца Арсения как-то я спросил отца Арсения отец Арсений мы духовные дети ваши часто говорим о прозорливости духовных отцов и нечего греха таить о том что и вы обладаете этим даром и отец Арсений резко прервал меня сказав не продолжайте вы плохо знаете что такое прозорливость иерей постоянно обращающийся с людьми и выслушивающий их горести тяжести жизненной радости невольно познает душу человеческую а если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятлив то есть все помнит о них то невольно начинает видеть подмечать и ощущать любое движение души верующего которого он знает и с которым постоянно общается возьмите мать малого ребенка ведь она видит все и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия потому что это ее ребенок которого она знает и любит так и иерей замещает все пришедшим к нему человек и сам часто безотчетно высказывает пришедшему то что он хотел сказать но это не прозорливость а духовная наблюдательность которую имеют многие прозорливость это дар Божий который дается избранным таким как отец Иоанн кронштадтский а не нам грешным закончим этот разговор он ни к чему сказал отец Арсений уезжал я всегда от отца Арсения спокойным радостным и в то же время расставание с ним расстраивало меня за несколько дней домик улица городок становились родными а комната отца Арсения была обетованной обителью но приходилось уезжать обнимал отца Арсения получая прощальное благословение прощаясь с ним и что-то терял я но жил надеждой новой встречи долгие годы вы просили меня прислать вам воспоминания об отце Арсении я никогда не задумался что надо написать воспоминания о человеке который оказал на меня огромное влияние потому что все его действия поступки облик высказанные мысли живут для меня настоящим а не прошлым прочтите то что я написал это рассказ о жизни трудной убогой изломанной не имеющей в начале внутреннего содержания но в конце жизни освященной верой которую мне принес отец Арсений в камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор жестокие официальные слова и фразы бьют меня как острые камни диверсия враждебная агитация шпионаж в пользу иностранного государства передал сведения признан виновным по статье слова падают и падают однотипно будничные вдруг происходит взрыв приговорен к расстрелу приговор объявлен а я стою кто приговорен к расстрелу я Сергей Николаевич Денисов откуда издалека приходит жесткий опять вопрос голос распишитесь и передо мной появляется бумага я тупо смотрю отталкиваю и кричу это ложь ложь неправда трое вошедших спокойно стоят они привыкли к этим крикам один из них нарочито громко говорит можно не расписываться приговор объявлен в законном порядке приведут в исполнение в течение десяти дней на это время улучшает питание я сажусь на койку они уходят мне 25 лет 1913 года рождения сейчас 1938 год я комсомолец секретарь обкома комсомола я люблю родину партию работу я делал все как требовала партия Сталин я знал что врагом народа стало особенно много с 1934-1935 годов когда убили Кирова я сам всюду выступал требуя их смерти но при чем тут я я всегда шел с партией почему меня били требовали признания я доказывал следователю что он ошибается потом я понял что он враг и пробрался в органы я требую прокурора пишу в ЦК Сталину но следователь смеется показывает мне мои письма и еще больше бьет меня на очной ставке Яшка Файнберг второй секретарь обкома комсомола мой лучший друг показал что я хотел убить Сталина и вовлекал его Яшку в свою группу вид у Яшки смущенный и когда я кричу ты врешь негодяй у него делается испуганный вид но он упрямо твердит ты меня вовлекал вовлекал и с опаской глядит на следователя приводит других свидетелей они тоже говорят что я враг проходит день два десять кормят меня так же плохо как и раньше каждый раз как дверь камеры открывается и входит надзиратель я жду что меня поведут на расстрел на двенадцатый день входит надзиратель и бросает слова быстро с вещами с какими вещами которых у меня нет думаю я я собираюсь на расстрел но сейчас мне уже почему-то безразлично в черном вороне набито много народу стоим тесно прижавшись друг к другу везут долго трясет молчим слышатся паровозные гудки останавливаемся выходи раздается крик кто-то плачет соскакиваем охрана стоит коридором моросит нудный дождь куда-то ведут толкает бьют прикладом и гонят к товарным вагонам выходи мать твою я взбираюсь по настилу из досок удар прикладом по спине и я влетаю в полунабитый вагон заключенных гонят и гонят уже трудно стоять закрывают дверь едем два дня не кормят где-то за горьким узнали случайно отцепляют наши вагоны выгоняют из них заключенных дают воду и какой-то селедочные протухшие баланды привозят в этапный лагерь опытные заключенные зэки говорят что расстрел нам заменили работой в тяжелых лагерях два года в Магадане на приисках потом лесоразработки и специальные лагеря особого режима узнаем что началась война отнов привыкших заключенных и потому что многих из нас с первые дни войны неожиданно расстреляли кончилась война пришли пятидесятые годы я уже многое понял и насмотрелся но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК никто не отвечает и я знаю что из этих лагерей не выходит а пух отек сердце отказывает мне еще только тридцать восемь лет а я совсем старик на вид мне далеко за шестьдесят лет почему я еще живу и сколько еще проживу мне непонятно но конец быть должен скоро я пишу эти записки через десять лет после выхода из лагеря сейчас тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год мне уже пятьдесят четыре года а на вид все семьдесят с лишним в метро даже уступает место что теперь делают редко работаю конечно лучшие годы моей жизни прошли в лагерях но это было у многих годы проведенные в лагере не прошли для меня даром я стал верующим три последних года был в лагере вместе с отцом Арсением присмотрелся к нему к его жизни поступкам действиям увидел веру его помощь людям разговаривался с ним понял его невозможно рассказать сколько он помогал поддерживал в трудные минуты отводил от меня опасности учил переживать неприятности находить утешение и мы ответу кассета третья отец Арсений продолжение сам обездоленный голодный больной непонятно где отец Арсений находил себе силы помогать людям еще по ночам молиться но именно в помощи людям и в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других это давал ему Господь вышел я из лагеря раньше отца Арсения но разыскал его и встретился только в 1959 году и вот живу теперь от встречи до встречи с ним мне кажется что больше об отце Арсении не скажешь великий молитвенник у Бога и помощник людям спасший и помогший множеству страждущим молитвой его живу и сейчас и буду жить когда он говорит с человеком то самые простые слова в его устах приобретает другой смысл очищает успокаивает и зовут к Богу письма приезжала я часто подолгу жила около него и поэтому хорошо знала его жизнь писем приходило к отцу Арсению много они приносили радости людям волнение страдание тоску горе страстную мольбу о помощи боль сердца сомнение или чувство глубокой веры в каждом письме жил человек в той или иной степени отражалась его душа одни люди открывали жизнь полностью и не находили нужным щадить себя вторые в отрывочных и почас неоконченных фразах пытались раскрыть душу третьи только напоминали о себе глубоко уверены что отец Арсений знает что волнует писавшего и что сейчас нужно предпринять письма редко приходили почте в основном писались на московские адреса знакомым и приводились оказиями приезжавшими духовными детьми и друзьями передавались Надежде Петровне письма шли из самых разных городов потому что многие друзья отца Арсения приобретенные им в ссылках и лагерях были разбросаны по всей стране от Владивостока до Калининграда каждое письмо читалось внимательно и писавший знал что обязательно получит ответ от содержания которого многое зависело в жизни Часто и подолгу жила я у отца Арсения и невольно наблюдая видела что читает письма он мгновенно внутренним взором охватывал все что когда-то было бы связано с жизнью человека писавшего ему и этот человек со всей его прошлой и настоящей жизнью казалось сейчас же входил в комнату становился рядом с отцом Арсением и продолжал рассказывать о себе даже и то что не высказал в своем письме прочтя письмо задумчивый и сосредоточенный сидел отец Арсений за столом временами рассеянно вглядываясь в качающиеся за окном ветви деревьев и казалось слушал невидимого собеседника рассказывающего ему о своих горестях и бедах отрешившись от окружающего писал он ответные письма временами осеняя себе крестным знамением не вставая с кресла молился и опять продолжал писать для отца Арсения не было простых писем все они были важными так как за каждым письмом видел он мечущуюся и страждущую душу человека и тогда отец Арсений по нескольку раз начинал писать ответ но откладывал написанное и снова писал видимо что-то заставляло его беспокоиться и сомневаться бывал он подолгу задумчиво сидел в кресле комнату слабо освещали лампадки горевшие перед иконами круг света света от настольной лампы вырывал из темноты кусок стола лежащим на нем недописанным письмом в эти минуты лицо отца Арсения становилось усталым и грустным открытые глаза смотрели смотрели на мерцающее пламя лампад но не видел ни своей комнаты ни писемного стола с недописанным письмом ни меня вошедшую в комнату он видел сейчас только человека который писал о своих бедах и горе он был с ним всей душой и молясь думал как вымолить помощь у Господа этому страждущему и заблудшему весь охваченный болью за человек он молился и иногда плакал молился за человека терпящего духовное или физическое бедствие которому нужна была помощь и в этот момент уйдя в молитву отрешившись от окружающего он стоял рядом со страждущим душой и ощущая его страдания волнения заблуждения и принимая решения беря на себя всю ответственность за душу жизнь и поступки человека наступал момент когда лицо отца Арсения прояснялось светлело он вставал распрямлялся подходил к иконам склонялся в поклонах осенял себя несколько раз крестным знаменем прикладывался к образу Владимирской или Казанской Божьей Матери спокойно садился и заканчивал письмо смотря в эти минуты на отца Арсения я понимала что это была тяжелая борьба добра и любви со злом и мраком за человека которому он писал но бывало что отец Арсений по несколько раз начинал писать ответ откладывал написанное снова начинал видимо ответ не получался и тогда он глубоко страдал что-то беспокоило его и не удовлетворяло когда отец Арсений оставлял письмо долго-долго молился и в молитве находил ответ отец Арсений брал на свои души страдания и тягот из своих духовных детей и нес их по имя Бога любви людей а мы отдавая ему грехи свои не видели что перекладываем на него всю тяжесть и даже не думали об этом каждый из приходивших к нему думал что только его одного больше всех любит и лучше всех к нему относится отец Арсений такова была неисчерпаемая сила его любви к людям дарованная ему Богом своей любовью к людям вымаливал он у Господа и Матери Божией помощь прощение утешение многим и многим безжалостны мы были к нему сколько писали ненужного вздорного необдуманного заставляли его страдать за нас но сколько из нас он спас силой своей молитвы сколько им отдал часть своей жизни здоровья тепла можно ли сосчитать дни и ночи что он простоял за нас на молитве и какой радости для него было то что он облегчил нам жизнь утешил отвел милостью Божию беду наставил на путь веры добра и любви спас колеблющегося он был богат любовью ее хватало на всех приходящих но не просто пришла эта любовь к отцу Арсению не просто долгими годами внутренней работы беспрестанной молитвой и Господу и Матери Божией тяжкими жизненными лагерными испытаниями подражанием отцам нашей церкви наставлением и заимствованием опыта людей глубокой веры достиг отец Арсений великого дара любви к людям милость Господня была с ним однажды застала отца Арсения записанием письма которые он откладывал несколько раз и видимо то что ответ не получался беспокоило его благословив меня он сказал простите не могу говорить с вами расстроен наказал Господь не могу написать письмо а так нужно ответить подождите подошел к иконам и стал молиться я села в кресло молился он долго кончив сел и начал писать написав страницу положил ручку и задумался я забылась и задумалась потом очнулась услышав слова отца Арсения обращенные ко мне раздваиваюсь временами человек и иерей как бы расходятся во мне а этого не должно быть вот и сейчас долг иерея подсказывает одно а чувства человеческие другое труден и многострадален путь человека понять себя оценить свои силы может не всякие и духовному отцу надо взвесить что может и на что способен его духовный сын или дочь и вовремя указать правильный путь ошибся духовный отец и погубил человека душу его мудрствовать или полагаться на свое разумение духовному отцу пагубно недопустимо необходимо опираться только и только на помощь Божию находя это в молитве и только в молитве вот и сейчас получил письмо в которое очень хороший человек проживший сложную в житейском понимании красивую жизнь и в конце концов победивший себя и пошедший по пути глубокой истинной веры просит и молит меня благословить его на путь священства путь иерейства путь истинного священства всегда был труден а теперь в особенности это не одно служение в храме как часто считали в дореволюционной России многие это трудный и неизмеримо тяжелый подвиг когда мы должны отречься от себя во имя других во имя людей ты должен принять в свои руки души многих а потом вести их путь истинного священства труден на него не каждый способен многим же думается что иерейство это просто да просто если ты не отдал всего себя людям но трудно когда ты принадлежишь другим им тяжело писать мне чтобы этот человек не шел священники так он жаждет этого но это не его путь не приняв иерейство больше принесет людям добра но люди окружающие его советуют ему стать иереем видя что он прекрасный и красивый души человек и уже не обращаясь ко мне сказал подойдя к иконам верую господи что поможешь ему верую и стал молиться помню приходили письма читая которые он радовался и возносил благодарственные молитвы иногда прочтя письмо радовался словно ребенок молился благодаря Матери Божией и Господа я много писал отцу Арсения и часто в письмах моих было много мелкого и ненужного только увидя как он относится к нашим письмам поняла всю нашу жестокость и безжалостность к нему в свои ответы отец Арсений вкладывал душу он отрывал частицу ее и передавал человеку получая от него письмо ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то что еще еле-еле определилась в тебе о чем ты никому и ничего не говорил а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя отдаваемый им ответ оказывался единственно правильным решением особенностью отца Арсения было то что он никогда ничего не требовал от человека а только мягко и вдумчиво советовал тебе а ты сам делал выбор но приходившие к нему как-то сами собой поступали именно так как говорил он ибо все совершалось во имя Божие я знаю что только два или три раза он требовал выполнения данных им советов память его была неисчерпаема помнил он сотни имен адресов своих духовных детей помнил всю их жизнь все что они говорили и рассказывали о себе помнил родных их он помнил и замечательно знал все если кто-либо не писал ему то беспокоился и сам писал этому человеку иногда служа у себя в комнате обед и вдруг начинал поминать новоприставленного раба Сергия или болящую Антонину а дня через три мы узнали из писем или от приезжих что умер Сергий Григорьевич или тяжело больна Антонина или Антонина приезжала и говорила о болезни что это было прозорливость знания совершившегося мы никогда не спрашивали об этом отца Арсения но так было беседы исповеди разговоры с ним надолго оставались в памяти можно было не видеть отца Арсения месяц полгода и приехав к нему начать рассказывать или исповедоваться и ты вдруг начинал понимать что он уже все знает о тебе знает твои поступки ошибки грехи бывало рассказывая себе во время исповеди еще только начинаешь фразу а он уже тихо перебивал тебя полностью отвечает на твои невысказанные вопросы или выскажет твое мнение о твоем поступке случалось что только поздороваешься зайдешь в комнату а он посмотрит на тебя и скажет не ожидал я ссоры с братом из-за мамы не ожидал вы к матери ближе чем он и должны понимать стоишь перед ним готовая провалиться сквозь землю как бывало со всеми многие из нас замечали что у отца Арсения есть особая привязанность к лагерникам как мы заглазо называли тех его духовных детей которые сдружились с ним в лагерях и ссылках в одном из разговоров как-то сказал об этом я отцу Арсении сказал о виде укора слушая меня отец Арсений задумался на минуту а потом и сказал вы правы я действительно привязан ко многим из них лагерь показал мне жизнь и людей по другому дал мне возможность понять промысел и милость Божию к людям по другому иначе чем я когда-то знал их в условиях воли все обнажено обострено до предела мера страданий человеческих доведена до черты ты обречен на смерть медленную и мучительную и все это сознают и вот в это время мучительного долговременного умирания найти в себе человека сохранить веру помогать другим очень трудно но были такие люди много было таких которые именно в лагерях на грани мучительной смерти находили в себе столько духовных сил что поражали меня это эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога показали великую силу веры значение добра человечности и духовного подвига они эти люди спасли меня от смерти удержали от сомнений и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря научили молиться среди руганий драк и разговоров да я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям благодарен Господу и Матери Божией пославших их мне встречаясь и вспоминая этих людей я каждый раз вижу то большое что сделали они для меня и многих многих других сделали во имя Господа и человека я их вечный должник вот почему я так привязан к ним сказал и задумался вспоминая жизнь отца Арсения в лагере я думала скольких людей он спас сам от смерти и привел к вере во время болезни в последний год жизни отец Арсений сильно ослаб я читала ему присланные письма и писала под диктовку ответы меня поражала его духовная мудрость читая ему письма полученные от духовных детей я вначале удивлялась что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма и думала что отец Арсений ошибается и два-три раза пыталась его поправить отец Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ так что приходилось откладывать письмо потом я поняла что просто ошиблась приходили ответные письма в которых люди благодарили отца Арсения за наставления и советы которые как мне казалось они не просили вот тут то я и поняла всю глубину его прозорливости мудрости и понимания души человеческой он был необычайно мягок в обращении с людьми но непоколебимо тверд в избранном пути молитва и жизнь для людей была основной его основой подвижничества помню я помню я никогда не смогу забыть лагеря особого режима даже теперь через много лет вся обстановка лагеря и жизнь в нем постоянно возникают передо мною вспоминается все до мельчайших подробностей а ночью все это переходит в повторяющиеся кошмары арест беспрерывные допросы с применением физического воздействия тюремная камера долгий пеший переход в колонии окруженной конвойными с автоматами и сторожевыми овчарками моросящий осенний дождь крики охраны перед началом движения два шага в сторону стрельба без предупреждения все было пугающим страшным но все время жила надежда на какое-то лучшее будущее и вот наконец лагерь особого усиленного режима и я только в нем понял что все предыдущее было еще не самым страшным восемь месяцев прожитых в особом оказались тяжелейшими непереносимыми испытаниями ночь барак заперт вдоль коридора образованно уходящими в темноту нарами тусто светят электрические лампы то почти затухает то наливаясь красноватым еле тлеющим светом полутемно только сквозь забитый снегом и льдом окна вдруг пробьется скользящий луч прожектора выхватит кусок стены или нар и мгновенно исчезнет за стенами барака тридцати градусный мороз ветер бьется в окна рыскает стонет и плачет на тысячу ладов в бараке люди их много но ты один совсем один чужой для всех и для тебя все чужие ночь у которой нет конца охватывает тебя звуки постепенно смолкает и ты начинаешь прислушиваться как тишина окружает подступая к нарам стенам окнам как она выходит из темноты и становится рядом с тобою и тогда ужас охватывает все твое существо и сознание беспомощности и безысходности не покидает всю ночь в тишине отчетливо возникало прошлое безысходное настоящее и будущее и даже отдельные бредовые крики стоны и ругань спящих заключенных не отгоняли тишины а еще более подчеркивали твою отрешенность от жизни временами создавалось впечатление что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину облепившую твои мысли тоской страхом барак молчал ушедший день вспоминался как тяжелый давящий кошмар смерть смерть отрешаемой ежечасно перед глазами ночь не возвращала сил она истомляла заставляла страдать больше чем ушедший тяжелый день заключенный особого жил без срока один срок кончался добавлялся неведомо за что новый и так пока не умрешь надеяться не на что сотни дней каждый из которых прожит на грани смерти похож один на другой перевели меня в новый барак на четвертый день замечаю недалеко от входа в барак человека постоянно стоящего около своих нар что он делает ночью стоя когда же спит случайно узнаю что этот заключенный молится иногда уголовник проходя мимо старика скажет шаманишь поп все равно мы все должны здесь сдохнуть а этот еще молится зачем для чего молится там на воле до лагеря я слышал что есть верующие их ссылают потому что они борются против власти у нас в семье религии и суеверия считались признаком отсталости некультурности что может дать человеку вера вообще и во что можно верить здесь в лагере особого режима где все мы должны обязательно погибнуть отчаяние все сильнее охватывало меня жить не хватало сил я решил умереть для родных я давно уже умер в Москве на их запрос вероятно уже дан ответ не числится решение принято так жить нельзя я хочу умереть не тогда когда хочет охрана или уголовники добьет мороз или голод я хочу умереть сейчас теперь отмучился и конец может быть это трусость нет необходимость бороться же за жизнь может тогда когда есть надежда в особом нет этой надежды впереди мучительная смерть ночью я иду к парашам там выступает балка она уже испытана многими веревку я украл на работах обмотал вокруг себя и пронес скорее кончать а потом меня не будет и хорошо иду по коридору междунар мимо старика он стоит и молится по прежнему кругом спят старик как всегда ничего не замечает он целиком ушел в себя хочу быстро пройти и кончить иду но старик вдруг оборачивается арморист